Я у Чихо Итачи, мой внутренний мир никогда не заплачет пропитанной болью. Я сделал свой выбор забытой шиноби, и там я был избранным место. Мира бы выбрали за городу, шеу ребенка оставили радость, забытый огонь. На моем пальце, крот на клинке, яся на кацюке. Потерять всё, ненавидеть и жить одну лишь местью, с каждым днём погружаясь во тьму всё сильнее и глубже. Отворачиваться от друзей и учителей, смешивая себя с грязью, желая ощутить на руках кровь самого ненавидимого и родного человека в этом безразличном мире. Жить, желая ему смерти, а потом лишиться этого смысла навсегда и сожалеть. Сожалеть до самого конца. Итачи давно умер, а с ним и всё остальное. Саски гадал, что было, если бы ложь брата так и не превратилась в запятую. А правда не захлестнуло, как ледяное озеро, из-подо льда которого не выбраться наружу. Саски не хотел выбираться. Отдавал себя целиком мгле, служившей могилой для его души. Он уносился в самую мрачную глубину, где никогда не найти дна, где никогда не найти Итачи. Светообязанность связывали Саски и Канаху, Саски и этот мир. Эта связь тянула одну половину его души наверх. Саски жив уже 32 года. Война окончена для мира, и никогда не окончится для него. Забыть прошло и значит предать клан, родителей, себя и Итачи. Иногда Саски задавался вопросом, как выглядел Итачи. И с ужасом понимал, что забывает черты лица брата. Его лицо практически стерлось, растворилось где-то в подсознании. Итачи всегда был слишком далеко, чтобы до него дотянуться. Добрые глаза, улыбка заботливый брат. Безжалостный, холодный, ненавистный убийца. Любовь и ненависть к нему враждебно переплетались, но потом сменились тоской. С каждым годом слово брата бесцвечивалось, становилось серым, способным причинять только тоску и печаль, которые унылые неустранно кромсали душу. Ошибка из-за лжи брата и собственной слепой ярости, которую Саски никогда уже не исправить, как якорь тянула вторую половину души вглубь. Саски мертв уже шестнадцать лет. Потрескивал костер. Итачи находился совсем рядом от Саски. Протяни руку и коснешься его плеча. Уже пятнадцать минут царствовала тишина. Братья смотрели на живо пляшущий огонек костра. Вообще-то о чем поговорить было. И даже много. Но слова рождались в голове и сразу же исчезали, как пепел, развеянный на ветру. Саски взглянул на брата, в глазах которого прыгали огоньки от пламени. «Я давно уже простил тебя, Итачи», — проговорил Саски. Итачи слегка наклонился вперед, затем так же аккуратно повернулся к Саски. А через минуту он опустился напротив него. Итачи внимательно всматривался. Конечно, подумал Саски, Итачи плохо видит. Его глаза, как обычно, отражали усталость, напоминали о прошлом. Раньше в душе поднялась бы ненависть и злоба. Сейчас, глядя в глаза брату, Саски ощущал боль и обиду. Не за себя, а за него. Что тебе пришлось перенести, брат? Саски сглотнул, задушив подступающие эмоции. «Теперь, я, как ты. Я терплю, брат, и выходит плохо. Ты уверен в своих словах?» Невинная тихо спросила Итачи. Да, поверить в прощение было трудно. Все прошедшее время Итачи видел в Саски только нарастающую ненависть. Но Саски просил давно, слишком давно. Хотелось спросить у Итачи, как долго он будет жить в прошлом, винить себя и ненавидеть. Но Саски не мог этого сделать. Ответ ранил бы Итачи, потому что он все еще не верил в прощение. Не верил, но наверняка хотел бы верить. Саски читал это в глазах. В глазах брата. Я простил, повторил Саски совсем еле слышно, совсем слабо. Итачи моргнул, а после вымученно улыбнулся. Его обычная улыбка. Как же давно он ее не видел. Почему до сих пор больно, Итачи? Саски почувствовал легкий щелчок в лоб. Дыхание остановилось, а перед глазами мелькнуло прошлое. Последняя битва прости, Саски. Дождь дрожь и брат он падает, исчезает и все останавливается. Вырубился или мертв. Его совсем незаметная улыбка и его последние слова. По плечам вдруг пополз холод. Глупый, из тишины пролился голос Итачи. Вернулась реальность. Старший брат находился напротив. Живой. А должен быть мертв. Мертв уже 16 лет. Сон, о чем они говорили? Саски знал, они разговаривали до молчаливой паузы, но о чем он не мог вспомнить. Итачи хотел подняться, но Саски вдруг перехватил его руку. Будто если сейчас не остановит брата, тот уйдет уже навсегда и больше не вернется. Его лицо навсегда забудется, и нельзя будет вспомнить, даже если стараться. Саски дернул брата за руку. Итачи пошатнулся и его лицо оказалось еще ближе. Что в его глазах? Боль, смятение, вопросы? Не вреда, что заслужил прощение за свои ошибки. Саски не мог разобраться. Неужели все время в глазах брата можно было замечать только холодность, безразличие и одержимость? Почему, думал Саски, нельзя было разглядеть страдания и страх? Он ощутил, что Итачи дрожит, балансируя на грани между черным и белым, как будто, сделав шаг, он оступится и сорвется вниз. Саски сжал запястье Итачи. Захотелось обнять брата так же, как когда-то он сам его обнимал глубоко в детстве, когда говорил, что защитит. Саски подался вперед, но неожиданно коснулся губы Итачи поцелуем. И замер. Он не сразу сообразил, что сделал, но быстро отстранился. Это всего лишь сон. Итачи был сном. Итачи давно умер. Его больше нет. Саски сжал зубы, не смея отвести от брата глаз. Нет, не от брата. От собственной иллюзии. Почему все произошло именно так, Итачи? Спросил он с давленным голосом. Итачи чуть-чуть приоткрыл рот, но не смог ответить. Он смотрел в глаз Саски и ничего не говорил. Затем опустил голову. Его плечи дрогнули, и Саски в поражении застыл Итачи и плакал. Саски вздрогнул и проснулся. Сердце бешено колотилось, а мышцы превратились в камень от напряжения. Спасительный вдох и шум крови в ушах понемногу стих, одновременно пропуская стрека цверчков и неблизкая тявка неедикой лисицы. Учиха находится совершенно один, возле старого дерева, в корнях, где решил остановиться после заката. Перед ним еще потрескивал костер, а значит, проспал он совсем недолго. Саски дотронулся до лба и вспомнил о сне. И снова, будто окаменев, замер. Итачи. Редко он теперь снился. Саски почувствовал, как лицо его перекосилось поцелуй. Почему и зачем? Стало отвратительно мерзко. Саски тряхнул головой, прогоняя от себя неприятные мысли. Он поднялся, нервно сбил ногой пламя костра и кинул поверх прежде содранный дерн. Забрал катану, отряхнув плащ, оставил это место. Тявканье лисицы прекратилось, сменившись уханьем совы. Лес не переставал жить, а Саски не нарушал его покоя, мягко ступая по замшелой земле. Нужно было добраться до деревни. К черту отдых. Тем более теперь будет трудно заснуть. Саски снова прогонял мысли о сне. Нелепом сне. Абсурдном сне. Учхо остановился и прислушался к себе. В груди клокотало, что-то томилось и тревожно ворочалось. Сон очернял память об Итачи. Саски почувствовал, как просыпается злость. Но затем гнев сменился обидой. Так хорошо видневшееся лицо Итачи во сне он не мог воспроизвести в реальности. Лицо брата практически погрузилось в темноту памяти, и чем чаще Саски вспоминал, тем больше черты брата изнашивались, превращая его в легкую дымку. Однажды исчезнет и самовоспоминание, останется лишь воспоминание о воспоминании. От этого то и становилось обидно. Саски знал, что так будет. Знал по собственному опыту. Учхо добрался до деревни к утру. Быстрый шаг и самоедство сократили время. Он почувствовал усталость только когда остановился посреди проселочной дороги. Хижины, скорее норы, дышали однотипностью. Различались только полузаброшенными садами, разбитыми под окнами. Саски прошел немного вперед и свернул в гостевой дом, единственную постройку, которая отличалась от остальных. Даже сейчас, когда вновь царствует мирная стабильность, деревня находится в таком упадке, будто на нее наплевать. Наверняка Наруто даже не слышал о ее проблемах. Внутри гостевого дома был занят только один столик. Двое сухощавых мужчин о чем-то приглушенно спорили. Они кинули на гостя подозрительные взгляды, замолкнув на какое-то время, но потом вновь начали спорить. Саски устроился за самым дальним столиком, из-за которого был хорошо виден весь зал. Он заказал себе завтрак и прислушался. Иногда из слухов можно было многое узнать. Например, где в последнее время можно было найти нарушитель спокойствия и безмятежности современного мира. Старики спорили о войне. Один говорил, что она вот-вот начнется, другой говорил, что настало мирное время. Саски вздохнул второй и был прав, а вот что творилось в голове у первого непонятно. Война недавно закончилась, и страну вряд ли затеет очередную, по крайней мере не сейчас. Принесли завтрак. «Скажите», — просил Учху у похлого ногой работницы, «где найти Асану Кеа?» «Асану Кеа!» Удивилась женщина, выпучив свои глаза. Саски взглянул на нее. «Да, Асану Кеа», — члена раздельно повторил он, не отводя от нее взгляда. Женщина покачала головой. «Чего же он опять натворил?» Саски не понял смысла ее выражения. Точнее задался про себя вопросом, почему она говорит, что глава этой убогой деревни что-то натворил. Он немного помолчав, достал свиток и положил его перед собой на столе. Кеа нанял Канаху разобраться с преступниками. Женщина сокрушительно всплеснула руками. Ее выпученные глаза вгрызались в свиток, как во что-то опасное. «Подумать только!» «Нанял?» «Канаху!» — воскликнула она. Спорящие старики тут же замолчали и устремили свои выцветшие глаза в сторону Саски. «Так он же, чем он заплатит то?» Снова закачала головой женщина, противно причитая. Саски вдохнул. «Он уже заплатил!» «Как?» Ее глаза готовы были вывалиться. Саски нахмурился. Женщина вела себя не слишком патриотично к собственному главе деревни. «Где мне его найти?» Повторил вопрос Саски. Женщина вновь всплеснула руками, качая головой. Она оказалась из тех типов личности, что раздражают с первых минут. Женщина будто тянула время специально, чтобы подольше поговорить хоть с кем-то. Небось опять наворовал. Засранец, но теперь точно не отделается. Ох, она вдруг переключилась на Саски, который терпеливо ожидает от нее ответа. «Ничего, голова должен разобраться!» Саски еще больше нахмурился. «Может быть, женщина сумасшедшая?» Подозрения разбились, когда к ней обратился старик. «Что опять вычудял Асана?» Шиноби нанял из Канохи. «Канохи!» Удивился старик и, также побледнев, посмотрел на Саски. Женщина снова запричитала. «Денег и так нет, а этот мелкий...» «Дак, как же он мог нанять то?» Ему ж всего лет пять, неуверенно посмеялся старик. Саски резко глянул в его сторону. «Паршивый ребенок!» «Когда-нибудь он нас погубит всех!» «Вам срочно нужно поговорить с нашим главой!» Саски посмотрел на свиток, где была просьба от самого Киа, которую подписал Наруто, да еще и поручил Саски. Оставалось только вздохнуть. «Хорошо, где я могу найти вашего главу?» Глава деревни оказался дряхлейшим человеком, подстать с самого дома, где он доживал, из которого так долго выходил на крыльцо. Старик сказал, что не нанимал Каноху, денег не хватило бы. Да и проблем у них пока никаких нет. А вот Асану Киа действительно оказался ребенком. Все происходящее сводилось к мысли о ловушке. Саски думал, что кто-нибудь поджидает, возможно за ним уже следят. Старик все причитал, извинялся, хотя он был совсем ни при чем. Саски слушал его одним ухом, подумывая о том, что это могла быть шутка от Наруто. Но зачем ему это было нужно? «Да у нас тут пока все нормально», — махнул рукой глава, помолчав, добавил. «Только Акацуки вот, надо насторожиться, или нет? Что там о них слышно?» Саски нахмурился, и тут до него дошел смысл последней фразы. Он взглянул на старика. «Акацуки!» Старик закивал, сипя своим немощным голосом. «Будет ли война?» «Акацуки война!» Подозрения закрадывались в головы все больше. «Вдруг», — подумал Учиха, — «это никакая не шутка, вдруг он уже был в ловушке. Или он все еще спит?» «Извините», — кивнул Саски и постарался покинуть старика. «Тот, прощаясь и извиняясь, пошел за ним следом. Так что там о войне-то?» Снова спросил старик. Саски повернулся и спросил о сегодняшней рейдоте. Старик не сразу понял, как вопрос связан с его вопросом, но ответил. Саски замерев, быстро подсчитал разницу в датах. «Семнадцать лет. Теперь понятно, почему так странно себя вели хозяйка гостевого дома, старики и глава деревни. Почему была такая обедневшая деревня?» Саски сжал свиток с заданием в руке. «Ясно, он попался в ловушку. Но когда развить технику не получится, это не гендюцу. Значит, нужно искать путь обратно самому». И вдруг все тело пробило, будто сквозь него пропустили электрический разряд. Побежала волна колющих мурашек, а буял холод и дрожь. Итачи завертелось в подсознание. «Если сегодня нн.нн.нн, значит через несколько месяцев он, шестнадцать летний, встретится со своим братом. Если это так, значит, Итачи еще жив. Здесь». Саски судорожно выдохнул и обернулся. От леса, влажного от спустившейся росы, вела темнотой, одиночеством и враждебностью. Итачи, еще жив, снова прогремела в голове. Брат где-то там в темноте, возможно даже брел сквозь этот лес. Саски взглянул в чернющее небо. В чем-то ситуацию можно было назвать забавной. Ирония. Недолго думая, Саски направился в лес. «Уходите так быстро. Я не смогу заплатить канахи», — отозвался старик. «Не нужно». Через какое-то время старик снова сделал усилие, и голос засипел еще больше. «Не останетесь. В лесу может быть опасно. Тем более ночью, все нормально». Саски ушел, покинул деревню. Во рту пересыхало, ноги все еще дрожали. Казалось, вот-вот на полпути встретится старший брат. Живой брат. Еще день назад Саски бы сам его разыскал, если бы тот был жив. Но сейчас, представившаяся возможность колебала уверенность. Пробивала озноб. Учиха вытянул перед собой руку, заметил мелкую неприятную дрожь. Он остановился и прислушался к все еще учащенному сердцебиению. Так быстро, так волнительно. Что-то тянул вниз. Живот крутило. Подобие оцепенения. Хотелось сесть, скрутиться, и в то же время хотелось бежать, бежать, бежать. Саски не сорвался с места, не побежал через лес, ничего не замечая. Он шел медленно, спокойно. А в душе будто бушевал ураган, и ничего с ним нельзя было сделать. Нужно было найти способ вернуться как можно скорее, оставив это прошлое. А еще нужно было стараться игнорировать мысли об Итачи. Еще живом Итачи. Вернуться обратно, вырваться из нереальности, миража, который когда-то был настоящим, оказалось непросто. Нереальность Саски и его воспоминания. Воспоминания, в которых он сейчас жил. Казалось, что с каждым ушедшим днем прошлое становилось все враждебной и безжалостней. Происходящее все еще походило на сон, кошмар, в котором ничего не сделаешь. В котором остается только бежать и не оборачиваться. Если из ночного кошмара можно было вырваться, проснувшись, то чтобы выбраться из прошлого, нужно было найти технику. Года четыре назад, Саски слышал о технике, которая или возвращает или закидывает в прошлое. Имя владеющего ей постоянно ускользало. Словно гоняешься за призраком. Прошел день, два, три. Саски искал. Но в итоге получал только дымка возможности возвращения. Время то растягивалось, то ускорялось. Деревни сменялись лагерями, лагеря-селениями, селения-городами. Очередной дождливый день завел очховодную из попутных деревень, обнесенную бревенчатым забором. Саски остался ждать у входных ворот, прячась под довольно широкой крышей. Спустя шестнадцать лет, он снова будет здесь. Также придет сюда в дождь, также прождет на входе, пока не закончится ливень. Он не вспомнил, что. Тогда заставило думать о прошлом, в котором брат оставил на его лбу последние касания, обернувшиеся кровью. И последние слова, заглушаемые ливнем и треском черного пламя, все это навсегда отпечатается в памяти. А матеросу неизбежно все уничтожает. Итачи как черное пламя. Оно горит, но ни тепло, ни света не дарит. А матеросу должно было защитить Саски, даже причине физическую боль. Как и Тачи, которого Саски когда-то ненавидел больше, чем собственное бессилие. Саски прикрыл глаза и прислонился затылком к столбу. На секунду все кругом озарило и почти сразу же громыхнуло. Дождь только усилил свое стучание по крыше. Ветер задувал, и к ногам Саски падали редкие капли. Природа бесновалась. Под одежду забирался холод, заставляя дрожать. Саски поежился и повернулся в сторону домов. Деревня тут же озарила еще одной вспышкой, небо протяжно заурчало. А Саски вдруг замер. Между домов, там дальше, мелькнула тень. Чужая ей слишком темная, чтобы разобраться кому она могла принадлежать. Но что-то словно нитью перекинулось от нее к Саске и крепко обвило его тело, душу и мысли. И снова оцепенение. Ноги свело. Саски шагнул назад, сильнее уперся в опорный столб и задержал дыхание. В первую секунду мелькнула мысль брат. В другую всего лишь незнакомец. Саски оказался в гостевом доме, где грозовой вечерний мрак тут же рассеялся под уютным освещением фонарей, висевших под потолком. Зал заполняли несколько галдящих незнакомых лиц, среди которых уже крутился и человек в черном промокшем плаще. Не тачи, подумал Саски. По телу разлилась волна неприятно колющих иголок. Саски сел за свободный стол, посматривая в сторону незнакомца. Тот расхохотался. Смех тут же подхватили рядом стоявшие мужики. Учиха недовольно выдохнул и отвел глаза. Он ничего не чувствовал, зато думал, что случилось бы, если бы все-таки встретил брата. Наверное, напрягся бы. Слабость разлилась по телу и навалилась усталость. Саски решил переночевать здесь, дав себе отдых за последние четыре дня. Утро встречало сыростью. Неприветливой, серой, отдающей унылой тоской, которая усиливалась после тяжелой и полубесанной ночи. Саски, зевая, вышел на крыльцо. Половицы были еще влажными. Вдали висела чуть мутноватая дымка, за которой проглядывал лес. Мимо бодрой походкой проскочил вчерашний незнакомец. Саски успел мельком скользнуть по его красному, круглому лицу, которое было испеширено морщинами. И как можно было спутать его с иточей. Учиха нахмурил брови и постарался припомнить черты лица брата. Размытая полуулыбка и какое-то отражение боли это все, что позволяло видеть память. Зато вспыхнувшие воспоминания о брате теперь, как бешеные собаки, вцеплялись клыками со всех сторон и рвали. Что-то будто душило, повиснув на плечах. Саски понял, это началось еще со вчерашнего вечера и теперь не желало отпускать. Он спустился с крыльца, поглядывая в сторону дальних гор, куда уходили мрачные облака. «Нужно просто вернуться», — проговорил себе Саски. Он снова нахмурился, готовясь к возобновлению поисков. Дорога была открыта, оставалось только продолжить путь. Нужный человек был уже совсем близко. Возвращение казалось желанной и неизбежностью, обещанной чем-то могущественным. Но Саски стоял возле гостевого дома, не двигался с места и смотрел на дорогу, по которой уходил вчерашний незнакомец. Дорога должна была привезти в город через поле, через солнечные леса и беззаботно журчащие речушки. Дорога домой. Но казалось, что рядом была совершенно другая и противоположная, узкая, как тропинка. Тропинка, уводящая вглубь. Туда, в темноту, куда практически всю жизнь брел Итачи. Если найду технику, то уже никогда не увижу брата. Сердце вдруг пропустило удар. На какой-то миг обволокла тишина, а затем Саски круто развернулся. Это была та минутка, когда что-то внутри переворачивается. Щелчок и ты уже готов дышать по-другому, решаясь сделать первый шаг. Цепкие крючки манили Саски свернуть. Тихо, никому не говоря, скрывая страшную тайну, он шагнул на тропинку. Учиха словно смотрел в темноту. Ему казалось, что он видит спину брата среди мрачного леса. Саски протягивал руку к чему-то запретному, далекому и тайно желанному ко времени, в котором жил Итачи. Брат, которого он узнал слишком поздно. Брат, которым восхищался в детстве. Брат, который умирал с тех пор, как исполнил свою последнюю миссию в ненавистной Канохе. Каноха? Может быть это самообман? Прошлое изменить нельзя. А воспоминания должны остаться воспоминаниями. Саски не отдавал себе отчет и сожалеет он о прошлых ошибках, смирился ли с ними. Он не чувствовал ни того, ни другого. Единственное, что он сейчас знал, ему необходимо найти брата. Саски остановился среди корявых деревьев. Пахло сыростью и мхом. Стена влажной тишины накатывалась и отступала, как волны в неспокойном предгрозовом море. Каноху, бывшую команду семь, всех жителей деревни сейчас отделяли корявые неприветливые деревья и время. Саски не стал оборачиваться. Раздалась привычная каркань ели и снова ворона где-то над шумевшими верхушками старых елей. Будто оповестил об одиночестве. Саски свободно вдохнул, но от тяжести все равно не избавился. Он двинулся дальше, пытаясь представить, где мог находиться Итачи. Пришлось замедлить шаг и прикрыть глаза. Куда бы пошел Итачи сейчас, после грозовой ночи? Эти мысли ускользнули так же незаметно и быстро, как сны от солнечного света. Саски остановился и приложил ладонь к коре ближайшего дерева. Взгляд переместился на мягкий мох под ногами. Ноучиха не видел ни его перелива цвета от зеленого до черного, он не ощущал мягкость зелени и вообще ничего не замечал. А поверхность руки разбилась прозрачная капля. Саски коротко посмотрел на руку, опустил ее и пошел дальше. Нужно найти Итачи. Просто, чтобы увидеть, а дальше? В Саски все больше смешивались волнение, неверие, какой-то тайный страх и злость. А может он просто так думал? Но чем больше времени проходило, тем больше возрастало внутреннее бури. Саски думал, если расслабится, его начнет швырять из стороны в сторону так безжалостно, что он разобьется. Уже в течение недели Саски искал брата. Волнение то возрастало, то уменьшалось. Новый рассвет кричал о том, что Итачи стал еще ближе к смерти. Саски вставал, завтракал и продолжал поиски. Он хорошо узнавал место, он каждый день проходил много, куда больше, чем в реальности. Игнорировал усталость и боль в ногах. Потаенный страх в перемешку с волнением и гневом часто слабили днем, но усиливались ночью и особенно под утро. Иногда поиски казались безумием. Мысли о встрече умершего несколько лет назад брата заставляли впадать в отчаяние. Итачи был ближе, чем когда-либо, и дальше, чем есть на самом деле. Иногда хотелось бросить поиски, но осознаваясь и минутное желание, еще больше опутывало какое-то безумие. Он думал, может быть, идя по темной тропинке, он сможет вернуться к началу совершенной ошибки и тогда, возможно, исправить хотя бы свое отношение к ней. Надежда загоралась от таких мыслей, но в следующий же миг Саски становился мрачней. Итачи мертв, напоминал он себе, и даже тот, кто знает все, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, здесь, не сможет что-то сделать. Саски стискивал зубы, гнал безнадежность, прочее возобновлял поиски. Чем быстрее мелькали сутки, тем безумнее становилась Сучха. Бежал и снова не находил брата. Его уже обижалось нашвыряло из стороны в сторону. Но даже если суждено было разбиться, он обязан был найти. Саски однажды остановился возле полянки перед обрывом. Запыхавшись, он прислонился к дереву, достал флягу и сделал пару глотков воды. Учиха поймал на лице небольшой ветерок, взглянул на медленно плывущие облака в голубом небе прислушался. Шелестела листва, шуршала трава, поудоль пела лесная птица. Солнце играло в зелени, но перед глазами стоял неясный силуэт брата, за темней собой все вокруг. Саски показалось, что он уже давно сходит с ума. Он негромко чертыхнулся и выпрямился. Дуновение ветра принесло далекое карканье воронов. Многочисленных воронов. Саски встрепенулся. В груди заколотилось. Он понял там, где эти вороны, был брат. Учиха сжал кулак, постоял еще немного, пытаясь собраться с мыслями и успокоить поднимавшиеся волнение. Вороны бесновались в нескольких километрах отсюда. Ноги дрожали. Время шло. Наконец Саски сделал шаг, второй, третий. А через миг понял, что уже не идет, а бежит. Когда он добрался до нужного места, увидел над трупом какого-то животного обычных воронов. Итачи здесь не было. Надежда вновь угасла. Волнение начало спадать, а вместе с тем возрастать чувство досады. Оставив воронье, Учиха вышел на полянку, где располагался большой тракт и рядом с ним лесная деревенька. Уже был вечер, когда Саски появился среди уставших жителей, расходившихся по домам после тяжелого дня. Дождь собирается, кто-то сказал со стороны. Опять гроза. До ухода летели еще далекие раскаты грома. Саски на миг отлегся, чтобы посмотреть в сторону, откуда дул теплый ветер, и с другой стороны раздалось шарканье. Мимо проковылял уродливый маленький, со счастливым лицом карлик. Искривленная спина выгибалась дугой, как у блохастой кошки, а искривленная нога сгибалась и разгибалась коленкой вовнутрь. Карлик вошаркая, поднимал пыль. Безмозглое, искалеченное создание наверняка радовалось всему, что удивляло бы трехлетнего ребенка. Счастливчик, хоть и несчастен. Он вряд ли осознает свое убожество. Саски не знал почему, но он бесцельно двинулся за этим счастливым и улыбающимся карликом. Уродыш привел Учху в полуразвалиный дом, возле которого сидели двое уже вдрызг напившиеся преждевременно состарившиеся мужика. Из дома доносились истеричные женские вопли и брань. Один из пьяных мужиков прохрипел что-то и Саски метнул на него взгляд, но тут же расслабился мужик и обращался совсем не к нему. Хромоногий, чё там хозяйка орет? Карлик замер перед ним. Уставившись на мужика с глупой улыбкой. Со второго этажа пролился тихий мужской голос. Воюет с постоялицей. Пьяный мужик поднял голову. А что с постоялицей? Дурочка какая-то, отфыркнулся мужик. Затушил окурок, а подоконник скрылся в темноте за окном. Саски догадался перед ним гостевой дом. Он вошел внутрь и сразу же встретился с разъяренной фурией хозяйкой. Растрепанные волосы танцевались от гнева над головой, как пламя огня. Глаза лихорадочно блестели, а губы были так плотно поджаты, что не разглядеть. Когда ее глаза наткнулись на Саски, лицо просияло улыбкой, даже появились губы, очерченные тонкой красной полоской. «Ищите ночлег. У нас есть пара свободных комнат. Что предпочитаете? Что-нибудь без клопов?» Хозяйка рассмеялась, прикрывая рот рукой и лукаво посматривая на утиху, как старая лисица. «У нас все комнаты хороши. Саски остался. Только вот отдохнуть здесь не получилось. Сначала в первые три часа дом походил на передвижной цирк хохот, гоготовульгарные громкие разговоры. Стены дрожали, а постель оказалась сырой. Да и воняла плесенью. Нужно было брать комнату на втором этаже, подумал Саски, но там казалось было еще шумней. Когда чуть утихло, он открылся дзи и прислонился к дверному проему плечом. На землю спускался лунный свет, грозовые облака унесло куда-то в сторону, и никакого дождя сегодня не было. Это время можно было назвать покойным, но Саски вновь и вновь одолевали воспоминания ненависть, желание мести и смерти брату и сожаления. Они давно уже пропали. Саски хмурился, болела голова. Дышать было тяжело. Его продолжало швырять, его продолжали рвать на куски. Он понимал, если вернется обратно в реальность и не встретит брата, будет только хуже. Для него хуже. Он не сможет спокойно продолжать жить. И в то же время убивали противоположные мысли. Он знал, нельзя вмешиваться в прошлое. Как бы ни липа ни была ситуация, изменить ничего нельзя. Саски должен убить Итачи Итачи и должен умереть. Саски должен сбиться с пути Итачи и должен исчезнуть во времени. Это уже было написано ими самими и запечатлено в прошлое. Неожиданно зазвучала колыбельная песня. Женский тихий голос сливался с тишиной. Оно успокаивающе пело за стеной. Но Саски за все это время не слышал, чтобы здесь плакал или менялся ребенок. Саски слушал, глядя на полную луну, и думал. Когда Итачи умер он был уверен, что избавится от боли, растворится в ненависти. Но ни боль, ни ненависть тогда не оставили его. Итачи останется здесь навсегда, здесь это в прошлом. Саски отвернулся от луны, встал, вышел на крыльцо, закрылся и спустился. Оставаться здесь больше было невозможно, да и сна не было. Он опустил подбородок, челка закрыла половину улицы. Сделав пару шагов, Саски свернул в сторону и прошел мимо пары уже давно заснувших домов. Он шел, погрузившись в свои мысли, не замечая ничего вокруг. Казалось, что не спит только он и поющая женщина в гостевом доме. Неожиданно со стороны послышался кашель. Саски интуитивно повернулся и увидел, как некто убирает руку от лица. Учхо увидел до боли знакомый черный плащ с красными завихрениями. Горло сжало. Все тело разум пронзило, сердце заколотилось яростней, будто сейчас вырвется наружу. Воздуха стало мало, но сделать вдох не хватило смелости. Пробежались мурашки. Навстречу шел Итачи. Он поднял голову и Саски на миг столкнулся с его взглядом. На лице брата не отразилась ни единой эмоции. Зато Саски напрягся. Он также интуитивно постарался это скрыть, хотя показалось, что Итачи давно все заметил. В первую встречу с воскрешенным братом, 16 лет назад, было что-то подобное. Сейчас это повторялось. Только эта встреча оказалась еще безжалостней. Саски задрожал. И все. Силы вмиг покинули тело, а решимость утекла, как песок сквозь пальцы. Внутри все скрутило, парализуя у чиху на пару секунд. Итачи, уже давно не глядя, в молчание прошел мимо. Закусив губу до боли, чтобы прийти в себя, Саски сдержался и не обернулся. Это было бы слишком подозрительно. В глазах защипало. Где-то под ухом как будто бы лойнуло. С другой стороны вывернул карлик и быстро проковылял мимо. Саски слегка повернулся. Существо бежало за братом, снова лойнуло. Итачи остановился, а карлик протянул уродливую руку, что-то вниз сжимая. Итачи забрал переданный предмет, как показалось Саске, и кивнул уродышу. Карлик подпрыгнул, беззвучно улыбясь, пытаясь размахивать руками. Итачи вдруг исчез, в сторону разлетелись многочисленные вороны. Карлик глухо захлопал в ладоши, круто развернулся и все так же с беззвучным смехом бодро поковылял обратно. Казалось, он подпрыгивал от удовольствия. В душе защемило к уродышу поднялась вызвленная ненависть. Одновременно Саске стушевался. Он резко развернулся, пропуская карлика. Саске оглянулся еще раз Итачи не было. Старший брат не узнал его. Саске, как оглушенный, поспешил покинуть это место. Он устремился в совершенно другую сторону от Итачи. Столько искать, чтобы так уйти. Саске готов был себя задушить. Он остановился, когда дошел до большой дороги. Все в нем сопротивлялось еще сильнее, еще больше. Внутренние противоречия сатане или с каждой минутой все яростней, разрывая тело и душу напополам. Он пытался сбивчиво себя уговорить идти теперь в город. Он уже видел Итачи. Еще живого Итачи. Только что. И этого должно быть достаточно. Но этого было бесконечно мало. Ему нужен был Итачи. Ноги не слушались, тело ломало, а мысли возвращались к Итачи снова и снова, все безжалостно и яростней. Перед глазами отчетливо стоял мимолетный взгляд брата. Будто маня, будто призываясь следовать за собой. Саске сжал зубы. Нет. Хватит. Он развернулся. Вновь. Весь смысл в этом мире или в другом для него всегда было будет заключаться в Итачи. Он это понял. И смирился. И Саске снова, как прежде, устремился за старшим братом. Нет. Теперь преследование не связано с местью. Преследование протянул Саске и усмехнулся. Теперь преследование было связано с чем-то другим. И Саске боялся, как бы это что-то другое не стало более разрушительней, не обернулось бы в бы. Лишу ошибку по сравнению с прошлой. К полудню вернулись тучи. Сначала они долго нависали над головой в ожидании. Потом, наконец, закрапал дождь. Ласточки упорно продолжали летать над поляной возле деревни, но через некоторое время быстро исчезли, а дождь усилился. Саске успел вернуться в убогий гостевой дом, который покинул прошлой ночью. С порога на него сразу же набросилась хозяйка со своим мстивым приветствием. Ее хитрые глазки загорелись, а рот против воли селился растянуться в слишком довольную улыбку. Учхо догадался, что она хочет получить, но делал вид, будто не замечает ее намеков. Снимать номер он не собирался, но и сообщать об этом пока что не торопился. Старая Лиса подбиралась то с одной стороны, то с другой, но прежде чем заманить гостей и втюхать ему самую дорогую комнату, пришлось отвечать на вопросы об Итачи. Пляски вокруг да около разговоров о брате и свободных комнатах у Чихи быстро надоели, и он спросил, где может найти карлика. Хозяйка тут же стерла уже с трудом натянутую улыбку с лица, в глазах отразилась осторожность. Женщину передернуло. А зачем он вам понадобился? Глаза невольно сузились. Резкая перемена в старой лисице насторожила. Он встречался с нужным мне человеком. Карлик немой и глупый. Похоже, пляски вокруг да около начинались снова. Саски сдвинул брови и прикрыл глаза, стараясь не сказать лишнего. Он терпеливо спросил, что карлик передает? Что делает? Засуетилась хозяйка. Правой рукой она завела кучерявую тощу прядь черных волос за ухо и осторожно начала теребить мочку. Кто-то за стеной в это время заголосил. Хозяйка тут же отвлеклась, гаркнула и снова повернулась к Саске. Передать то. Начало она. Я его отсылаю покупателям лекарства относить. Итачи ваш покупатель. Сразу же спросил Саски. Старая лисица покраснела, заморгала и пошарила глазами поверхность стола. Тут же схватила веер с потрепанной бахромой и принялась вертеть его в нервных руках. Она замялась. Он часто приходит? Снова спросила Чеха. Хозяйка вытянула губы трубочкой и ступленно посмотрела в угол, будто раздумывая над ответом. Не особенно, как все. Раз в две недели может появиться, а может раз в месяц, уже побледневшими губами проговорила она. Положила веер и с трепетным оживлением спросила, так комнату то снимите. Могу я купить то же самое лекарство? Женщина хлопнула ресницами в немой тишине. За стеной опять загоготали, но теперь на них никто не обращал никакого внимания. Хозяйка тихо назвала цену. Саски кинул пару монет на стол. Старая лисица быстро пересчитала, глянула на Саски и потянулась рукой под стол. Глаза женщины в это время буквально обшаривали нового покупателя. Женщина протянула руку с зажатым кулаком. «Только никому не распространяйтесь», — проговорила она и отдала Саске плотным маленький пакетик, и сразу же переспросила насчет комнаты. Саски подумал, может быть сказать ей, что снимет комнату на пару недель вперед и она выдаст всю нужную ему информацию? Если бы ей было, что сказать об Итачи? Вряд ли кто-нибудь здесь вообще мог что-то знать об Итачи. Саски с облегчением вздохнул. Нет. Он вышел из гостевого дома. Дождь успел утихнуть и теперь падал редкими тяжелыми каплями. Иногда проглядывало солнышко, отчего начинали блестеть трава и листва деревьев. Было прохладно, в носу давно свербело. Откуда-то со стороны долетали звуки, словно лопата вонзалась в землю и скрежетала о камне. Саски прошел по тропинке и заметил нарушителей тишины. Карлик с большой щит для него лопатой в руках, выкапывал ямку. Рядом лежал черенок деревца с обернутыми в белый пакет корнями. Саски искоса наблюдал за карликом, но подходить не пишел. Уродыш по-идиотски улыбался, иногда подпрыгивал и лаял. Что такое мог сказать об Итачи? Можно бы было подождать, пока брат вернется сюда. Тем более он приходил в этот дом за лекарством, упакованным в подозрительный маленький пакетик размером с ноготь. Подождать и потерять драгоценное время. Эта идея была отметена быстро и без сожаления. Вместо ожидания, Саски снова отправился в лес. Только к концу вечера следующего дня удалось уловить шум воронов далеко от деревни. Саски рванул в сторону криков и через полчаса наткнулся на огромную черную стаю призывных пернатых. Сомнений не было и они принадлежали Итачи. Саски остановился на проголине, с которой в небо взмыли птицы, и с замиранием осмотрелся. Он постарался унять собственное дыхание. Лес затих. Только сверчки начинали перекрикиваться в вечернем стрекотании. Мрак из-за старых елей и корявых кедров подбирался ближе, заставлял напрягаться все больше. Мышцы стягивало, воздуха все еще не хватало. Саски в напряжении водил глазами по сторонам и ловил малейшие движения. Вдруг из тени появятся Итачи. За спиной хрустнуло. Саски мгновенно развернулся и успел заметить, как в зеленый мох упала сухая кедровая ветка. Он метнул взгляд вверх, но на кедре никого не оказалось. Тишина снова захлестнула. Будто сами деревья замерли в напряжении, даже воздух стал колким и небезопасным. Неожиданно Саски пробила и сознание Итачи рядом и давно наблюдает. Стало не по себе. Саски на всякий случай припомнил, с какой стороны находятся куна и сюрикены. Рука неосознанно дернулась, но очиха застыл, водя глазами по сторонам и гадая, с какой стороны может находиться брат. Шерх-шерх, раздалось позади. Саски зажмурился на миг. Его обволокла темнота, тишина и вплетающаяся в них осторожное шуршание, похожее на шаг. Он медленно повернулся, поднял взгляд и замер. Итачи стоял между двух деревьев, будто был здесь с самого начала молчаливый, осторожный, готовый к защите не меньше, чем брат. Сердце снова отчаянно забилось. «Кто ты?» Нарушил тишину голос брата. Саски задрожал, что-то сомкнулось над ними обоями и оставило в этом лесу один на один. Горло сжало. Это была вторая встреча за последние несколько дней. Итачи смотрел так же, как всегда. Так же, как если бы встретился с ним 16 лет назад. Он всегда играл роль безразличного человека, без эмоций, будь перед ним брат или незнакомец. Саски вспомнил про напарника Итачи и прислушался, может быть, тот затаился где-нибудь рядом. Но тишину больше никто не нарушал, даже сверчки и тени стрекотали. Гендюцу понял очхо, и холод пробежался по телу. Итачи неподвижно стоял перед ним, не отводил взгляда и ждал. Саски раскрыл рот, на слова вытолкнул с огромным трудом. Я искал, он запнулся, тебя. Глупый ответ отступнику от незнакомца. Здесь ни деревни, ни селения, даже ни дороги. Подозрительнее вдвойне. Зачем? Снова тихий голос. Поговорить, Саски не договорил, а мысль утекла. Хотелось отвести глаза, не видеть безразличия Итачи, которая разбавлялась настороженностью. Саски думал, что встрет брата, он сможет все ему рассказать, но сейчас чувствовал необъяснимую потерю. Их с братом разделяло еще большее расстояние, чем когда-либо такое же, как его смерть. Все это походило на иллюзию. Прошло из глубокого детства смутно пронеслось перед глазами и исчезло. Исчезали прикосновения брата, его давняя улыбка он превращался в того, кто стоял сейчас перед ним. Изгнанный отступник и убийца, умирающий в одиночестве, до которого в будущем никому не будет дела. О чем? Через какое-то мгновение спросил Итачи. О прошлом, голос предательски дрогнул, а Канухи... Тебе, Саски остановился, понимая, что сказал лишнее. Итачи молча наблюдал, не моргая, стараясь не выпускать из виду ни единого движения. Что-то ироничное отразилось в его лице. Мы раньше встречались? Саски поджал губы, на короткий миг задержал дыхание и начал понимать к нему не пробиться таким наивным способом. Остановить бы мгновение и еще немного подумать. Брат повел головой в сторону, будто теряя интерес к собеседнику. Встречались. Раньше, Саски помедлил. Яучха. Итачи замер с недоверием, пробежался по Саске взглядом. Наверное, ждал нападения. Нужно было взять себя в руки. Саски глубоко вздохнул и с легкостью вырвался из иллюзии брата. По коже лица пробежался ветерок, появился запах хвои и мха. Над лесом пронеслось карканье ворона, застарикатал сверчок, ему тут же ответил второй. Настоящий мир. Относительно настоящее прошлое. Настоящий Итачи еще жив, еще дышит, только выглядит слишком уставшим. Саски чуть наклонил голову, челка колыхнулась. Итачи дрогнул, понял, что иллюзия была разрушена. В один миг брат поменялся. Весь напрягся, прищурил глаза и чуть отступил. Саски приготовился защищаться. Как твое имя? Голос Итачи изменился. Язык не поворачивался ответить. Саски вновь застопорился. Итачи сложил печати, и его фигура рассеялась, расползлась на лоскутки, обернувшиеся в птиц. Вороны с криком взмахнули в небо и разлетелись в стороны. Пришлось быстро осмотреться, взглянуть вверх. Итачи стоял на широкой ветви дерева и смотрел вниз, прижимая одну руку к корявому стволу. Повешали, Итачи. Дуновение ветра заставило разомкнуть губы. Меня зовут Саски. Голос был так же тих, как голос брата. Через мгновение Итачи опустил руку. Немая пауза продолжалась совсем недолго. Я пришел не драться. Несколько дней назад попал в прошлое. Он осекся, на секунду задумался над тем, как сказать, сюда, Итачи. Посмотрел Саски прямо в его глаза и добавил, я твой брат. Итачи какое-то время молчал. Потом что-то в нем изменилось. Лицо помрачнело. Казалось, что брат разозлился. Он смотрел так, словно видел насквозь, заглядывал в душу. Что тебе нужно? Холодно спросил он. Саски почувствовал, как земля из-под ног исчезает. Итачи был далек, будто мертв. Давно мертв, напомнил себе Саски. И все так же холоден. Проскочила жгучая обида. Свернуться бы где-нибудь в темном уголке и немного переждать. Ты позовешь меня через несколько месяцев в храм Учха. Мы там встретимся, не зная зачем, сказал Саски. Глаза брата сверкнули, но сам он оставался неподвижным, продолжая слушать. Я теперь все знаю, Итачи. Что на самом деле случилось про наш клан и деревню. И я не веню тебя. Выпалил Учха, сам не осознавая своих слов. Только сейчас он заметил, что по спине скатываются капельки пота. Он вдруг подумал, что не должен стоять здесь, не должен это говорить. Но он говорил, а Итачи слушал. Саски закусил губу с внутренней стороны, сдвинул брови. Ему казалось, что он превратился снова в младшего брата. Стало слишком тихо, настолько, что глушило. Итачи молчал, лес тоже. Вороны куда-то исчезли. Если так, вдруг произнес Итачи, и Саски взглянул на него. Зачем, вместо возвращения, ты идешь за мной? Саски шагнул в сторону брата, но прямо перед ним пронесся ворон с резким карканьем. Пришлось замереть. Ясно, подумал Саски, не подпустит. Просто в том мире, в горле пересохло, пришлось глотнуть, где я сейчас. Ты так и остался отступником. Саски осекся. Нет, он помолчал, поглядев на Итачи. Все та же холодная маска, напряженная, отстраненная и чужая. И снова пробило душу. Я вернулся. Это долго рассказывать. Итачи прищурился. Он все еще слушал. Все еще находился на том дереве, следил и ждал ответа или объяснений. Не знаю, с выдохом сдался Саски, отвел глаза. Прошел какой-то короткий миг, прежде, чем брат проговорил, ты зря растрачиваешь время. Его голос будто смягчился. Или это только показалось? Саски в надежде метнул взгляд в сторону брата. Тот развернулся, но не сдвинулся с места, лишь слегка обернулся через плечо и спустя пару секунд решительно произнес «Возвращайся». Итачи исчез в кроне дерева. Саски прерывисто выдохнул и не поверил своим глазам брат уходил. Не раздумывая больше ни секунды, Учхо кинулся за ним. Путь, как назло, перекрыли ветви и темнота. Саски выкрикнул имя брата, но тот даже не отозвался. Оставить все как есть, отпустить брата, найти технику и вернуться обратно в свое время, туда, где окружало одно лишь одиночество. Все это теперь потеряло смысл. По крайней мере, Саски именно так потом оправдается перед самим собой. Вернуться и оставить брата в прошлом, поступать так же, как всегда делал Итачи, сбегать. Саски не хотел и не собирался. «Итачи!» Снова окликнул он. Брат остановился через несколько минут на полянке. Саски выскочил из леса и тоже замер, замечая, как тот пытался уравновесить дыхание. Саски подумал, что сейчас самый подходящий момент, чтобы сказать, зачем до сих пор бежит за ним. «Ты знаешь, что тебе недолго осталось». Выпалил он, и сердце пропустило удар. Чуть покойнее Саски продолжил. «С самой твоей смерти я хотел поговорить. Потому что у меня были вопросы. Всегда, Итачи. Если бы я знал, что все выстроится так, Итачи не поворачивался. Дышал теперь он равномерней. А Саски чувствовал, что не может совладать с собственными эмоциями. Он на время задержал дыхание, сжимая кулаки и зубы. С трудом сглотнул. «Мы можем еще поговорить, Итачи. Разговорами ничего не изменишь», — глухо сказал брат и развернулся. Саски часто заморгал от растерянности и удивления. Взгляд Итачи изменился. В нем не было ни холода, ни надменности и вместо них отчаяния. «Возвращайся. Это время уже не принадлежит тебе». Его голос оставался спокойным, осмотрел он так, будто больше никогда не увидит Саски. Итачи снова повернулся спиной «не ходи за мной», и еще тише добавил «пожалуйста». Все разым рухнуло. Брат снова уходил молча и тихо. А Саски стоял, не в силах больше сделать ни шагу. В груди защемило. Бездна ночного холода неизбежно обволакивала и снова возвращалась с одиночества. Саски понял, что бы ни случилось, Итачи продолжит его избегать. Учхо опустил голову, уставившись на мягкий зеленый мох, на котором покоились капельки росы. Душа колебалась, мысли путались, ноги гудели и дрожали, но он чувствовал, что то толкало вперед. Он еще слышал слово брата, он все еще как будто видел его. Итачи говорил «вернись», но возвращаться не хотелось. Итачи просил не следовать за ним, но Саски не мог исполнить эту просьбу. В прошлом он всегда смотрел в спину брата, в этот раз он хотел все изменить. Вот только для этого нужно время. Бесконечно долгое время, которого оставалось так мало. Саски шел по следу брата уже несколько дней. Приходилось держаться на расстоянии, оставаться незамеченным. Чтобы не кинуться вперед и вдруг не сократить дистанцию до непозволительно короткого расстояния, он останавливался. На секунду закрывал глаза и делал глубокий вдох и успокаивался и продолжал идти по следу. Саски тихо повторял про себя, что нужно выждать еще несколько дней. Он был благодарен, что сейчас ему за 30, а не 16. Иначе не выдержал, догнал бы брата и сделал только хуже. Нужно было терпеть и ждать. Конечно, брат вряд ли поверил, что все попытки искать новые встречи пропадут. Саски был уверен и Тачи знает, что он за ним следует. Иначе быть не могло. Младший очихо хмурился. Уже довольно давно болело плечо. Сквозь свисающие лапы высоких кедров проплывали темные облака. Раскаты грома за последние полчаса становились все громче и протяжнее первая гроза за эту неделю. Солнце, наконец, окончательно спряталось, закрапал дождь, и день почернел. Саски ненавидел перемены в погоде, потому что вместе с ними приходили фантомные боли. Как сейчас. Он дотронулся рукой до плеча, затем посмотрел на оставленные в траве следы брата и еще одного из окоцук. Следы в момент смыло бы быть они не в лесу. Саски ненадолго остановился под раскидистым деревом, которое показывало из-под земли старые, но еще живые корни, и решил переждать дождь здесь. Следы никуда не денутся, а окоцуки в пути слишком долгое время, так что, скорее всего, они устроят привал. Брат с напарником уже несколько дней подряд обходили деревни и селения. Они не искали гостевых домов, а избегали их. Предпочитали тень, грязь, вскрытность и постоянную дорогу, что было только на руку. Дождь то успокаивался, то усиливался, продолжаясь до самого вечера. Саски, после небольшого перерыва, успел пройти по следу еще немного, пока не стемнело окончательно. Наступило время для очередного привала. Нужно было выспаться перед новым днем. Прояснилось, появились первые звезды, запели сверчки. Саски закутался в плащ, прислушался к мягкой тишине. Нахлынули воспоминания, мутневшие с каждым годом. Не всегда можно было понять, где они, а где сны и грезы, что было правдой, а что выдумкой. Раньше он думал, что никогда ничего из детства не забудет, а теперь понимал, что так не бывает, что ты обязательно забываешь. Саски всегда стремился понять брата, осознанный или нет. Оставаясь один и скитаясь по лесам, верил, что приближается к этому. Но сейчас хорошо осознавал он от него все еще далек. Они совершенно разные. Итачи оторван от мира вынужденно, а Саски хотел этого сам. Раздалось у Хони и Совы. Учиха слегка прищурился, затем закрыл глаза и постарался заснуть. Три-три с половиной часа, на большее время Акацуки не задерживаются. Они постоянно двигаются. Темнота и покои быстро обволокли. Послышалось потрескивание костра. Уже что-то снилось. По телу приятно распространялось тепло. Тишину летней ночи нарушали трели сверчка где-то над головой, в листве дерева. Рядом должен быть брат, это ведь сон. Саски чуть улыбнулся, но глаза не открыл. Однако отчетливо ощущал приятное умиротворение. Не нужно никуда бежать, не нужно ненавидеть или предаваться печали и сожалению. Они с Итачи здесь одни, никто не потревожит, потому что никто не знает, где они и что делают. Вот только действительно ли брат был рядом? Открыть глаза и увидеть пустоту совсем не хотелось. Саски, неожиданно обратился и брат откуда-то из глубокой темноты сна. От сердца отлегло. Итачи был рядом. Сосчитав про себя до трех, Саски слегка повернул голову, но не разомкнул век. М. Каким стал новый мир? Саски вздрогнул. Невольно поискал глазами брата, но окружали только утренняя тишина и прохлада. Не было ни костра, ни брата, ни разговора с ним, ни умиротворения. Небо уже занималось зарей. Сон неизбежно ускользнул. Учиха встал и слегка потянулся, осматриваясь. Сколько уже прошло? Часа четыре. Короткое сновидение обманчиво растянуло время до самого утра. Снова дорога кое-где примятая трава, сломанные и согнутые травинки и сучки, потревоженный мох, оборванная паутинка. Где-то к полудню на короткое мгновение следы слились с природой, будто брат улизнул. Поплутав немного, Саски понял, Итачи, наконец-то остался один, разделился с напарником. Теперь можно было снова подобраться к нему, вывести на разговор и убедить провести хотя бы короткое время вместе, как братья. Как раньше в самом глубоком детстве. Которое казалось чем-то недостижимым, несбыточными грезами. Но энтузиазм угасал, уступая мимо отчаянию. Все время, пока Учиха следовал за братом, он обдумывал, как к нему приблизиться и что сказать, но в голову так ничего и не приходило. Саски знал поговорить с братом удастся, если тот сам этого захочет. Долгожданный момент настал, а плана все еще не было. Последняя попытка, больше ждать нельзя. Если здесь он потерпит неудачу, придется оставить Итачи в покое и возвращаться в будущее, где от брата осталась только безымянная могила. Мелкий трактир стоял на окраине самобытной рыбацкой деревушки. Именно сюда и отправился Итачи после того, как разошелся с напарником. Второй закоцук в деревню даже не сунулся. Саски простоял возле входа в трактир совсем немного, затем, пропуская двух выходивших стариков, вошел сам. Его тут же окутал пряный запах в перемешку с ароматом цитруса. Со стороны доносился веселый разговор, с другой короткий смех ребенка. Саски мельком осмотрелся, невольно почувствовал себя воришкой. Маленькие столики разделялись переносными бумажными перегородками, кое-где порванными и не один раз склинными. Это никак не нарушало уединение для посетителей. Отличное место для переговоров преступников или для тайных свиданий. Видимо здесь никому не было дела до других. Люди занимались собой, они не гадали, не старались рассмотреть, кто сидит с ними по соседству. Преступник, разыскиваемый всем миром Шиноби или человек из будущего, которого не должно было здесь быть. Взгляд напоролся на человека в черном плаще. Брат. Саски прошел мимо пары столиков и сел в углу, наблюдая за Итачей. Видно была только его спина. Бумажная перегородка закрывала лицо и руки. Коротконогая, но юркая официантка скользнула за перегородку с блюдом, а мгновение спустя уже стояла возле Саски, готовая принять заказ. «Чай», — сказал Ичхо и сразу отдал несколько монет. Кружка зеленого чая, распространяющего пар, быстро опустилась на стол. Официантка исчезла, а Саски выждал пару минут и полной решимости встал. Сердце заколотилось как бешеное. Даже кинуло в жар. Впереди ждал разговор, от которого будет зависеть последний раз, братья Ичхо видятся или нет. Саски стремительно пересек зал и молча сел напротив Итачи. Брат удивленно поднял глаза. Его пальцы касались высокой кружки, в которой оставалась уже половина зеленого чая. Неглубокая миска с ужином из риса с зеленью стояла в стороне почти нетронутой. Саски пробежался взглядом по столу, потом по рукам брата, наконец, остановился на глазах. В прошлое разумнее не вмешиваться, глухо сказал Итачи после небольшой паузы. Он тоже был напряжен. «Я не уйду, пока мы не поговорим. Можешь снова сбежать. А я найду тебя». «И черт с ним, сколько это может повториться», — закончил Саски. Сдерживать эмоции было трудно. Итачи опустил взгляд. Его пальцы чуть дрогнули. В кольце отразился и застыл свет от фонаря. «Ты ведь знал, что я пойду за тобой». Специально разделился с напарником. Саски незаметно осмотрелся, гадая, применил ли Итачи технику. Нужно быть готовым. Даже к бою. Но брат не нападал, сидел неподвижно, и даже не прибегал к помощи иллюзий. Чей-то ребенок снова захохотал, его смех подхватили взрослые. Зазвучала пьяная струнная музыка. В этот момент показалось, что тишина между братьями только усиливалась. У Саски все слова исчезли. Сердце все еще колотилось, в животе сводило от волнения. Он не знал, о чем думал его брат и готов ли был слушать. Много раньше Итачи всегда что-то говорил, пытался внушить или оживить ненависть к себе. Сейчас он просто молчал, и от этого становилось совсем неловко. «Мне снится, что мы вот так же сидим и молчим», — сказал, наконец, Саски. Итачи не шевельнулся. Только его пальцы снова слегка дрогнули, провели по керамике и кружке. Не требовалось ни усилий на уговоры, ни боя, брат был перед ним, слушал и не перебивал. Саски продолжил, часто снится, что не можем подобрать слово, хотя у нас есть что сказать друг друга, он нахмурился, вышло как-то жалко, будто оправдание. Саски взглянул на Итачи и содрогнулся. Хлынули вспоминания о недавнем сне. Тогда в глазах брата он увидел боль и обиду. Сейчас реальность не отличалась от сна. Саски чувствовал, что задыхался, и как бы ни старался дышать, ему не хватало воздуха. Мысли разрывали голову, во рту пересыхало. Итачи сидел напротив. Казалось, что он все уже знает, и теперь не хочет тратить силы на объяснение. Зато самому Саске они были очень нужны. Он все никак не мог взять себя в руки. Сжимал зубы и пытался приказать сердцу успокоиться. Его разрывали на кусочки, но это были не злость, не утрата, не страх, не прошлое и не будущее. Что-то другое. Саски смотрел на Итачи как на человека, которого не знал. Что творится в душе у такого человека? Пусто там или глубокая печаль? Итачи молчал, как обычно все запероя в себе. Саски не мог пробиться. Как тогда, после скверняющей дотенции Итачи говорил, что ему не достучаться до младшего брата Саски, не достучаться до Итачи. Брат давно закрыл за собой дверь и ушел. По темной дороге. И так и не вернулся. От этого становилось обидно и печальней. Саски не знал, куда себя деть, что делать, не знал, куда смотреть, но еще больше ужас вызывало собственное молчание. Было бы легче, если бы Итачи как обычно что-то ему говорил, а Саски слушал. Так всегда легче. Но Итачи молчал. Беспросветная тень к нему не пробиться. Ты стал сентиментальным. Вдруг послышался голос. Саски изумился. То ли спокойный голос брата и его манера покровительства, то ли его внешнее спокойствие заставило отбросить напряжение. Итачи захотел говорить. Протянул руку. Внутри загорелся огонек надежды. Может потому, осторожный с опаской начал Саски, что в будущем нет угрозы войны, Наруто справился. Мы все. Он помолчал, успокаиваясь. Слегка усмехнулся, хоть и нервно, а может, потому что мне 32. Итачи взглянул на брата. Саски замолчал, дал немного времени на обдумывание. Затем тихо добавил. Забавно, мой старший брат младше меня на 11 лет. Ты находишься в прошлом. Вот что забавно, в голосе не единой радостной нотки. Снова напряжение. Итачи оставался холодным и внутренне недовольным. Но по крайней мере, он все еще сидел напротив и еще не ушел. Саски задумался на секунду и отвел взгляд в сторону. Затем тихо и спокойно, насколько мог, сказал. Я знаю не человека, который владеет запретной техникой. Мне не составит труда заставить его помочь. Но вместо того, чтобы идти к нему, я хотел встретиться с тобой. Знаешь, будущее, где я давно утратила краски. Я не плачу с тебе, Итачи. Просто хочу, чтобы ты понял, почему не так важно именно сейчас вернуться обратно. Саски невольно сжал пальцы. Итачи внимательно наблюдал и, кажется, изучал. И все еще сидел напротив. Я уйду, сказал Саски, позже. Какое-то время они смотрели друг друга в глаза. Итачи сдался первым, отвел взгляд. Саски понял своего добился. Брат готов уступить. Они посидели в гостевом доме, Саски заказал ужин. Оба ели, но практически не говорили нечем. Они друг другу были чужими. Нужно было знакомиться заново. Выстраивать новые мосты. Расспрашивать брата о его жизни Саски пока не торопился. Казалось, что время неподходящее, да и сразу набрасываться на Итачи с расспросами было бы опрометчиво. Терпение и время напомнил себе Саски. Он не торопливо рассказал о своей жизни, их предпоследней встрече 16 лет назад, о самой встрече ибоя, о том, что все-таки узнал правду. Не сказал только от кого, Итачи не спросил. Саски не заметил, как напряжение практически полностью исчезло. На смену пришло волнение и мелкая незаметная дрожь. Вот только наслаждаться разговором со своим старшим братом пока еще было сложно, пусть тот в основном и молчал. Они решили заночевать в амбаре. Снимать комнату не пришлось, да и стены тонкие, незачем кому-то слушать их разговор. Саски расположился возле стены напротив брата, Итачи у открытых ворот. Опустилась ночь, но было достаточно светло, чтобы уловить эмоции друг друга. Саски рассказывал, что после того, как лишился своей главной цели в жизни, ради которой тренировался и покинул селение, готов был остановиться. Ты умер, а я узнал правду. Мне не хотелось продолжать. Раньше думал, что восстановлю клан. Он печально усмехнулся, глядя куда-то в темноту. Цель мальчишки рухнула, потому что он потратил на первую всю свою энергию и силу. Саски заметил, что Итачи смотрел на него, словно украдкой любой силе желая что-то разгадать. Он поднял голову. Как ты? Итачи чуть отпрянул в немом удивлении. Я знаю, чего ты хотел. То есть, так думали третьи старейшины. Саски хмыкнул, будто учихи прокляты. Чтобы достичь своих желаний, им нужно многое преодолеть. Итачи выдавил скудную полусмешку и отвернулся. Он всмотрелся в небо. Бегущие облака открыли серебряный месяц. Лицо Итачи чуть осветилось. А что Донза? Спросил он, не поворачиваясь. Мертв. Он получил свое. Саски нахмурился и задумался. То, что мы тут встретились, повлияет на будущее, отлег брат. Почему? Я же ни во что не вмешивался. Итачи еле заметно покачал головой. Не застрянь здесь, сказал он. Не выберешься, если долго пробудешь. Откуда ты знаешь? Это и так понятно. Достаточно подумать над техникой. У таких обязательно есть последствия. Так. В груди снова поднялось волнение. Итачи не дал договорить. Нет, Саски. Она для изменения прошлого в этом ее замысел. Почему она бросает сюда? Ты задавался вопросом, почему именно тебя забросили сюда? Саски задумался. Итачи продолжил. Тот, кто ее использовал, скорее всего знал, что ты сделаешь и вмешаешься в прошлое и будущее неизбежно изменится. Теперь ты знаешь правду. Очень сложно оставить все как есть. Он с вызовом посмотрел на Саски. Земля ушла из-под ног. Вдруг все тело закололо. Действительно, желание вмешаться в прошлое было, но он понимал и сам это чревато последствиями. Нельзя, повторил себе Саски. Иначе все рухнет. Я все понимаю, Итачи. Мне не шестнадцать. Итачи отвернулся. Саски успел уловить на его лице эмоции, но не разобрал их. Он чуть наклонился. Затем улыбнулся и снова оперся о дощатую стену. Да. Вот ты. Вернулся таки, сказал он, а затем беззлобно и легко пояснил. Сказал умную речь. Пообещай, что не вмешаешься. Саски смотрел на силуэт брата, обрамленный лунным светом. Его белую кожу. Его спокойствие. Он был рядом, но будто исчезал. Снова неприятные ощущения. Непонятно и тянул вниз, в глубину, в бездну. Будто если сейчас дать обещание не вмешиваться, откажешься от счастливого мира. Разумно позволить случиться тому, что должно случиться. Итачи был на этой стороне. Саски же не знал, на какой был сам. Позволить тому, что должно случиться и оставаться в одиночестве, которое витало вокруг брата, требовало больших сил. Саски тонул в омуте, глядя на него, зная будущее. Саски неожиданно напомнил о себе брат. Молчание затянулось. Пообещай. Обещаю. Голос дрогнул, в груди кольнуло. Ненадолго повисло молчание. Итачи глухо обратился Саски. Проведем время вместе до. Он не договорил, что хотел, как братья. Настоящие. Братья Учха. Итачи чуть наклонил голову, но не повернулся. Саски усмехнулся. Вообще-то, к глазам уже давно подступали слезы. Да. Итачи спал. Если это можно было назвать сном. Скорее дремал. Тихо, неспокойно. Саски молча наблюдал за ним, не шевелился, так как от любого шороха брат просыпался. В эту ночь Саски думал над тем, что было бы, если бы он вмешался в прошлое. Возможно, он бы никогда не узнал правду и прожил с чувством мести до конца. И что бы делал Итачи со своей болезнью, если бы выжил? На дощатый пол в очередной раз скользнул серебристый луч, осветив ближайшие темные уголки амбара. Застрекотал сверчок, ему отзывались другие. Иногда они стихали, и брат просыпался. Вслушивался. По привычке. Интересно, думал Саски, он хоть однажды спал спокойно. Вечная дорога, враги, охотники за отступниками. От них не спрятаться, и стихшие сверчки могли сказать только о том, что кто-то приближается. Вечные напряжения. Даже у Чхо Итачи должен опасаться и все время оглядываться. Саски перевел взгляд затихшего брата на еле видневшуюся тропинку, ныряющую под высокую траву. Она извивалась и вела вдаль, через луг. Он отделял заброшенный амбар, где расположились у Чихи, от последнего жилого дома. В нем еще вечером была замечена пожилая пара в одинаковых соломенных шляпах. Типичные крестьяне. Похожи на соседей, что жили в родном клаве через дорогу всегда улыбчивые бабули и строгих дедок. У Чихи. Неужели они были готовы идти за Фугаку? Саски сморгнул тяжелый взгляд отца, взглянул на брата и вздрогнул. Итачи сидел у той же стены и смотрел прямо на Саски. Когда только успел проснуться. «Пора уходить», — сказал он. Они покинули деревню еще до рассвета. Прошли повьющиеся тропинки через луг, через окраину деревни и скрылись в лесу. Спать не хотелось. Итачи все время прислушивался и оборачивался. Шел неслышно, не как Шиноби, но как зверь. Все правильно их с детства учили так передвигаться, только еще нужно было как следует натренироваться. Брат занял бы первое место. Саски не спрашивал, куда он идет. Он просто следовал за ним. Учих никто не преследовал, но они уходили. Так было нужно. Остановишься тебя найдут. Найдут-нападут и попытаются убить. Вечное движение. Вечная дорога. Они стояли перед широкой тихой рекой. Молча смотрели на поблескивающие переливы на ее поверхности и мелкую еле заметную рыбешку, скользящую по дну реки. От теплого ветерка перешептывалась листва в зеленых кронах, грело кожу солнышко. Братья были вместе уже третий день. Сегодня Итачи должен был встретиться с напарником, чтобы продолжить задание от организации. Отпускать его не хотелось, но что-то сделать с этим Саски был не в силах. Сколько времени уйдет на задание? Спросил он. Перед глазами появилась яркая бабочка. Она перелетела на другой берег реки, скрылась за кустарником. Младший Итачи неосознанно ждал, пока она вновь взлетит, но насекомое не появлялось. Думаю, около месяца. Брат лишь вчера вечером вдруг сказал, что ему пора уходить. Саски хотел что-то возразить, но Итачи намекнул на его обещание не вмешиваться в прошлое. Пришлось молчать. А сегодня они стояли и пытались наслаждаться последними совместными минутами. Как будто так было нужно по плану. Вот только вместо наслаждения обоих окутывало одиночество. И каждый об этом молчал. Саски все еще ждал, когда появится бабочка, неосознанно делая из нее символ надежды. Он прислушался к чириканью птицы пенью цикад. Солнце хорошенько припекало кожу, но совсем не грело. Над ухом постоянно нудил голос «Скоро проснешься». Приходилось гнать его от себя, но он возвращался и кричал еще громче. Саски тревожно взглянул в сторону брата и понял, что так ни разу и не прикоснулся к нему, хотя бы вскользь. Даже сейчас стоял в паре метров от него, будто боялся нарушить расстояние. Проклятая учиховская гордость мешала сделать шаг ближе. Природа продолжала эгоистично шелестеть зеленью. Птицы и цикады не обращали внимания на две темные и молчаливые фигуры на берегу. Наконец Итачи произнес «Пора». Да, отозвался Саски. Прищурился. Плеснулась рыба. Снова все затихло. У каждого своя миссия, начал Итачи. Не хотелось слышать что-то про неизбежность и про обязанность. Саски прищурился и спокойно спросил, где мне найти тебя через месяц. Итачи помолчал, затем проговорил, думаю, это последние встречи. Нет, отрезал Саски и строго взглянул на брата. Тот только закрыл глаза и слегка поджал губы. Он словно ждал, когда младший брат покинет его. Когда, наконец, они расстанутся. Я найду технику и вернусь к тебе. У тебя нет времени. У меня его полно, возразил Саски, раздраженно махнул рукой и успел одернуть себя. Встряхнуть бы Итачи, дать понять, что так просто они не могут расстаться. Не проведя еще немного времени вместе. Что младший брат не уйдет, оставив все как есть. Как бы эгоистично ни звучало, но Саски в глубине души признался сам себе. Ему нужно было общество вновь приобретенного брата, настоящего брата. Внутри все переворачивалось, словно ураган. Саски еле справлялся с непокорной волной эмоций. Он должен был встретиться с Итачи еще раз. И больше его не отпускать. Я найду владельца и вернусь. Задержусь здесь насколько возможно. Как только все начнет рушиться, обещаю, что уйду. Он взглянул на Итачи, вокруг которого все померкло. Шум листва и птицы исчезли на миг. Был только брат. И бабочка. Неожиданное появление этого насекомого разбудило уверенность в том, что этот разговор не мог быть последним. И Тачи снова сдался. Та темная скала, под ней есть озеро. Я приду туда на рассвете, 17-го. Я буду, тут же сказал Саски. Обязательно. Они разошлись. В очередной раз. Саски оставил брата, но ненадолго. На месяц. За это время он обещал, что найдет технику и вернется к нему. Обязательно вернется. Он обрел брата и теперь не хотел его терять. Он шел по непротоптанной тропинке, наконец ощущая тепло солнца и аромат цветов. А еще перед ним с цветка на цветок перепархивала бабочка. Все та же. И она придавала Саске внутреннюю уверенность и силы. Хотелось быть рядом с братом. И он уже заранее знал, что будет рядом с ним до конца его жизни. Вот только это неизбежно приведет к переменам в будущем и что-то обязательно разрушит. Ближе к вечеру Саски почувствовал накатывающуюся тошноту и слабость. Учиха не замечал до последнего, но приступ свалился так неожиданно, что в глазах потемнело. Пришлось опереться о ближайшее дерево. Под веками зажгли слезы. Тюканье в голове и внутреннее клокотание мешали нормально вдохнуть. Для того чтобы свалиться без сил не хватало только температуры. Однако ее не было, а Саски отлично понимал, что с ним происходит. Дело было далеко не в болезни. Придя в себя, он взглянул на дорогу. Та безмолвно извивалась и ехидно напоминала о предстоящем свиток с драгоценной техникой, неизбежная гибель брата и возвращение к одиночеству, раскрывающим объятия из будущего. Если не вмешаться в ход событий, все будет именно так, как только что выстроил мозг. Как и должно было быть. А если забрать и тачи с собой? Ведь можно было бы попытаться спасти брата. Для чего же тогда нужно было вообще с ним встречаться? Возможно, думал Учиха, будущее уже подвергнуто неопределенности. Кто знает, к чему приведет невинная встреча с и тачи. Учиха ненадолго задержал дыхание, успокаивая мысли. Затем сделал глубокий настойчивый вдох, выпрямился и снова сдвинулся с места. Шаг. Другой. Еще один. Саски становился все дальше от брата, все ближе к городу. Ближе к возвращению домой. Брат ведь просил не вмешиваться. Владельцем запретной техники оказался старик с манией преследования, который походил на длинный иссохший шест. Саски пришлось постараться, чтобы не замучить его. Правда к старику он не притрунулся и пальцем. Доказать, что попал под воздействие запретной техники удалось быстро и так же быстро получить нужную технику в руки. Старик все время нервно оглядывался по сторонам, будто боялся обнаружить в комнате кого-то еще. Поглядывал на единственное окно, хотя оно было задернуто плотными шторами. В этот дом тщетно пыталось пробиться солнце наверняка уже не первый день. Владелец техники ради собственного спокойствия отдал свиток и мечтал быстренько выпроводить гостей. Но вздрогнул, когда Саски вдруг неожиданно спросил, можно ли переместиться в будущее на несколько лет вперед, не на шестнадцать, например, а на тридцать. Бледные сморщенные губы старика затряслись. Теоретически, да. Тихий голос все равно умудрился разрезать пыльный воздух комнаты. Саски прищурил глаза, а хозяин дома вдруг весь передернулся, часто задышал и затараторил. Теория была и та, что возвращает в прошлое, он взглянул в соседнюю комнату, повернулся, и она оказалась действующей, чуть ли не пальцем тыщей в гости, сказал старик, так что, да. Да, сможете. Владелец техники не задерживал на Саске взгляда, глаза постоянно бегали по комнате. Человек вдруг встрепенулся, будто вспомнил что-то важное, и нырнул в соседнюю комнату. Зашуршала бумага. Вернулся он уже с новым свитком, остановился в проеме и прижал к себе дрожащими руками. Он нервно облизнул губы и снова обвел комнату глазами. Боится, подумал Саски и тайно понадеялся, что старик его не обманывает. У меня еще просьба, осторожно, сказал очиха, приподнимая свиток, который был у него в руке. Нужно вернуться в прошлое не один раз. Вернуться не один раз. Когда Саски услышал эти слова от себя самого, по телу пробежался холод. Когда это он вдруг решил, что необходимо будет вернуться в прошлое еще раз. А потом еще и еще. Этот вопрос он так и оставил без ответа. Тем вечером Саски снова скрылся в лесу. Подобной точине стал искать удобный ночлег, да и деньги на них тратить не хотел. Устроившись в лесу возле молодых деревьев, Саски не мог уснуть. Пространство вокруг постепенно начинало сдавливать, мысли о брате навязчиво лезли в голову. Тени протягивали костлявые руки и обжигали душу своим земляным холодом. По телу бегала мнимая дрожь. Саски открывал глаза, каждый раз приготовляясь увидеть перед собой чей-нибудь внимательный взгляд, но вместо него были гладкие стволы деревьев, сплошные и одинаковые. Рядом звенел сверчок. Голову уже не первый день долбили одни и те же мысли, а тело слабость. Так и с ума сойти можно. Саски сжал пальцами край плаща и задержал дыхание, затем взглянул в небо. Усеяно звездами. Безмолвными, далекими звездами. Тишина сплелась с собственной слабостью. Неуверенность в том, что делал, кусало за ноги, дотрагивалась подушечками своих пальцев. В тенях, там за деревьями и кустарниками, в траве, в земле, что-то пряталось, готовое забраться вовнутрь Саски. Ассоциации с червями, черными и копошащимися, готовыми поселиться под белой кожей и зудеть, зудеть. Снова подташнивало, сосало под ложечкой. Такое противное чувство заставляло невольно передернуть плечами. Саски провел рукой по волосам, забирая их назад, челка непослушно встала на место. Потер шею и огляделся. Все те же гладкие стволы деревьев, белеющих на темном фоне леса. И где-то за ними брат. Среди тьмы, среди червей, что просится под кожу. Учиха шумно выдохнул. Вот к чему приводят недосыпание и нервы. К бреду в голове. Он закрыл глаза и постарался остановить мысли, но надолго его не хватило. Голова снова и снова забивалась мыслями. Появлялись вопросы, а что если все-таки забрать Итачи с собой? Вмешаться в прошлое? Наступить ногой на будущее? Он осмотрелся, боясь, что мысли его кто-то услышит. Будто за спиной стоит Наруто или Кукаши или Сакура. Или Итачи. Но окружали лишь все те же стволы деревьев. Саски один, и мысли его никто не услышит. Он согнул ногу в колени и оперся о нее локтем. Мозги напряглись, как будто голову туго стянуло повязкой. Так что же будет, если забрать его? Перед глазами мелькнула разрушенная конаха, люди с покалеченными ногами и руками, с ободранными лицами. Эхом пронеслись стоны и глухое чужое отчаяние. А еще чувство неизбежности. Прямо как в ту ночь, когда он ребенком возвращался домой, а его встретили затихшие пустые улицы. Ни единого духа присутствий, как будто среди лета вспыхнула северная зима. Саски коснулся затылком коры и стал всматриваться в звезды. Затем достал из-под плаща два свитка. Один возвращение в будущее, другой в прошлое. Легкие и одновременно тяжелые от осознания того, на что они способны. Подступила волна тошноты и слабости. Снова. Что сделаешь, этого не воротишь. Где-то он уже это слышал. Саски нахмурился. Он обещал, что не вмешается. Обещал брату. Правда, Итачи мог не поверить в это обещание. И честно сказать, Саски сам в своем обещании был не уверен. Он прижал руку к колбу и постарался снова припомнить собственное прошлое. Восстановить в памяти ночь, когда был вырезан клан. Страх и кровь и среди этого хаоса темная фигура не кого-то чужого, а брата. Он постарался вспомнить ненависть, с какой добирался до Итачи, как дрожал, как вырывалось из груди сердце и как кипело все внутри, когда до цели оставалось чуть-чуть. Он ненавидел своего брата. Желал ощутить на руках его кровь. Очень желал. Но где сейчас хотя бы капелька неприязня? Саски сжал зубы и сделался еще тише, снова прижался к стволу дерева и лихорадочно думал. Как так вышло, что ненависть испарилась, не оставила и следа о желании того, чтобы брат был рядом росло, как нечто неуправляемое. Учиха вздрогнул, когда из-под ноги вдруг выпрыгнула мелкая лягушка. Он фыркнул, спрятал свитки под плащ и встал. Сегодня нет сна, как и вчера его не было, и позавчера. Сегодня одни мысли, как и две последние недели. Все те же. Как и следующие пару недель будут такие же мысли. До самой встречи с Итачей. Дни тянулись, Саски держался на виду, не прятался. Лишь однажды скрылся в гостевом доме в очередном городе, чтобы привести себя в порядок. Он просидел там безвылазно около недели. Потратил это время на то, чтобы окончательно замести следы и все продумать. Его клон еще в первые дни покинул его. Сам Саски ушел на восьмой день под видом другого человека. Если Итачей следил за братом, то он должен был отправиться за клоном и не знать, что делает в это время настоящий Саски. Зуд под кожей уже начинал сводить с ума. Мысли лились через край, и Саски умудрялся в них захлебываться. Стараясь воззвать к совести, справедливости и особенно здравому решению, Саски пытался понять то, что он собирался сделать оправданно ли, стоит ли подвергать риску благополучию будущего ради собственной прихоти. Неуверенность сорвала на кусочки. «Схожу с ума», — говорил Ачиха себе. «Так же, как тогда, когда гонялся за братом, чтобы разорвать его глотку. Теперь он гонялся за ним, чтобы выиграть его у смерти». Кокоши бы сказал нужно правильное решение. «Правильное решение», — усмехнулся Саски. «Если бы Итачи принял правильное решение, всего этого бы не было. Если бы не клан этого не было. Если бы не клиноховские подозрения, этого бы не было бы». К глазам подбирались слезы. Болела голова. Саски дотронулся до лба. Ненависти к брату у него не осталось, но была ненависть к совету деревни, старейшинам, словам третьего брата, речам о правильных решениях. И гнев снова заполонял, лицо загоралось. Обида никуда не делась, она лишь заглохла, а теперь почувствовала, что может пробить скорлупу и вылезти наружу. Когда последний день был на исходе, Учху уже было того места, где они с братом договорились о встрече. Еще было темно. Та темная скала камнем упиралась в небо, а озеро было гладким и слишком тихим. Саски пришел сюда еще в полночь и теперь стоял у узкого берега в ожидании и смотрел, как ему казалось, чуть ли не вглубь, которая будто утягивала его душу на дно. Тревожно. Хотя было тихо и спокойно. Весь мир остался далеко от этого клочка земли. Очень скоро тишину нарушили сначала отдаленные шуршания, потом осторожные, но не скрываемые шаги. Саски спокойно закрыл глаза. Он догадался, что приближался брат. Когда за спиной все стихло, Саски повернулся и мимолетно окинул взглядом Итачи. Внутри что-то надломилось. Он выглядел жутко уставшим. Показалось, что он чуть кивнул. Трудная ночь. Как можно мягче спросил Саски. Итачи еле заметно улыбнулся или сделал вид, что улыбается. Что-то в нем изменилось. Что-то было не так. Его взгляд ускользнул и он прошел мимо Саски. Младший в недоумении проследил и, недолго думая, двинулся за ним. Они прошли несколько метров от озера, и Итачи все-таки сказал. Никогда не думал, что увижу тебя взрослого. Итачи не обернулся, обогнул поваленную давным-давно полу сгнившую корягу и свернул вправо. Затем встал, будто раздумывая, куда наступить. Развернулся и взглянул прямо в глаза младшему. Саски, его голос изменился. Саски затаил дыхание. От Итачи можно было ожидать чего угодно. Особенно сейчас. Он молчал и медленно скользил взглядом по лицу, затем чуть ниже по плечам. Саски не упустил это заметить. В голове тут же завертелся вопрос, для чего они здесь? И что хочет сказать брат? Наконец, Итачи вернулся к глазам брата. Слегка приоткрыл губы и тихо проговорил. «Прости. Все деревья, сам Итачи, небо, даже воздух чуть пошатнулись». А в следующий миг Саски увидел, как настоящий брат, неиллюзорный, только что завершил применение какой-то техники. Младший очиха метнулся к нему. А брат разъединил руки, уже завершив печать. Техника была активирована. Саски ничего не успел сделать. Итачи обманул, а Саски не предугадал. Он старался быть осмотрительным, но даже не подозревал, что брат решит сам все сделать именно сейчас. Сожалеть уже было поздно. Перед глазами все померкло. Саски ухватился за воздух, нога подвернулась и он с размаху саданул ладонью, а вдруг появившееся вместо Итачи дерево. Зашипел, осматриваясь в поисках брата. Но того нигде не было. Да и вокруг все изменилось. Учиха взглянул поверх деревьев и сердце пропустило удар. Было куда светлей, чем секунду назад. Или шестнадцать лет назад? Учиха обернулся, позвал брата. Но никто не откликнулся. Саски всей кожей ощутил пустоту. А когда осмотрелся с верхушки высокого дерева, все-таки убедился, что оказался в своем времени. Как будто пробудился от сна. Только что рядом был брат, и вот его уже нет. Не поверил, что младший так просто покинет прошлое и перестраховался. Учиха поджал губы и взглянул на просветлевший горизонт. Лучи солнца только-только начинали показываться. В глазах защипало. Саски отвернулся и спустился. Чистый воздух колол легкие. Не тут воздух. Тут нет Итачи. Что-то тяжелое заворочилось в душе. Неужели обида? Подумал Саски. Тыльной стороной руки он коснулся сначала одного глаза, потом другого. Немного постоял, не шевелясь. Саски, наконец, смог нормализовать дыхание. Убрал от лица руку и двинулся в сторону деревни. Но в канаху он даже не зашел. Сразу же занялся выслеживанием Рычимару. И выследил его достаточно быстро. Будто знал, где тот будет находиться. Саски готов был на все, чтобы заставить Санина сделать то, что задумал. Не пожалеешь? Единственный вопрос, который задал бывший учитель. И на который Саски не дал ответа ни ему, ни даже себе. Он покинул Санина в еще большей задумчивости. Мир без брата или тот же мир, по с братом. Раньше Саски мог найти даже самую ничтожную причину для оправдания своих действий. Сейчас он не мог назвать ни одной. Мир без брата оказался не тем, в котором бы он прожил жизнь. Он убедился в этом окончательно после возвращения, но не мог себя оправдать, по крайней мере сейчас. Единственное, что он про себя повторял Итачи, был превращен в собаку и этого не заслужил. Спустя день он пришел к Сакури. Они давно не виделись. Девушка старалась не показывать, как сильно была удивлена. Она встречала Саски со скромной улыбкой и мягким взглядом. Наверняка еще была обижена словами, брошенными ей пару лет назад при последней ссоре, касающейся Итачи. Саски тогда говорил, что должен уйти из Канахи в память о брате, а Сакура обвиняла его в зацикленности. И как бы влюбленная девушка не старалась убедить Саски в том, что брата он так не вернет, что раскаяние не может продолжаться всю жизнь, ей не удалось образумить. Учихо и она сдалась. Даже Наруто с его врожденной способностью уговаривать не смог переубедить Саски. Учихо с прошлым расставаться не хотел. Можно тебя попросить о помощи. Саски не стал тратить время на предварительный разговор с девушкой. Он хорошо себя знал в общении со знакомыми и его угнетало так же, как их била неловкость рядом с ним. Видя удивление на лице Харуна, Саски отвел взгляд, достал маленький пакетик приобретенной еще у старой лисицы. Нужно предотвратить остановку сердца. Скупо произнес он и протянул лекарство. Сакура забрала пакетик. Задание. Да. Да. Смешаешь с этим? Кивнул он на лекарство. Хорошо. Это недолго, произнесла она. Саски кивнула с облегчением вздохнул. Саски, она немного потупилась, давно тебя не видела. Учиха не ответил. Он знал, к чему приведет начатый разговор и нетерпеливо посмотрел в сторону ворот Канохи. От Сакуры продолжила. Ты знаешь, мы все тебя ждем. Я не могу. Ты знаешь, сухо перебил Саски. Сакура хлопнула ресницами. Ее щеки слегка порозовели. Одну и то же каждый раз, когда они встречались. Даже после пары лет разлуки. Сакура не желала видимо сдаваться и не понимала, что он не может вернуться в Каноху после всего, что было. Не может начать жить как все, потому что не заслужил, потому что не знал, как это жить как все. Саски, прошло уже много. Начало Сакура, Наруто и я скучаем. Может пора уже вернуться? Саски в упор посмотрел на Сакуру. Глаза невольно прищурились, а губом поджал, чтобы ненужные слова не вырвались. Он хорошо знает, что с деревней его ничто не связывает. «Хватит», — холодно произнес Саски. Сакура замолчала. Она как-то странно улыбнулась и учихо почувствовал, что обидел ее. Но ничего не сказал. Сакура чуть пристукнула себя по бедру кулаком, в котором был зажат переданный пакетик, неловко перекатилась с пяток на носки, и, наконец, сказал, «Я сейчас все сделаю. Ты торопишься». Ее голос дрогнул, но Саски предпочел сделать вид, что не заметил этого. С каких только пор она стала такой обидчивой. Или же это у него интонация не самая приветлива? «Да, пожалуйста», — как можно мягче сказал он, глядя в сторону. Когда забирал пакетик из рук Сакуры, он только поблагодарил и попрощался. Ничего не сказал насчет ее покрасневших глаз, компенсируемых вымоченной улыбкой и бескрайней вежливостью. Все правильно, они теперь слишком чужие друг друга, хоть она все еще утопает в своих чувствах к нему. Саски оставил девушку и покинул деревню. Уже в который раз. Прочь от них всех. Как можно дальше. Учиха добрался до Татемной скалы. Запыхавшийся практически валясь с ног. Свернув вправо, прошел еще пару километров и оказался перед деревом с неестественно изогнутым стволом, корни которого обвивались вокруг каменистой почвы. Он осмотрелся и когда убедился, что рядом никого не было, опустился на колени. Стал вырывать кунам уплотнившуюся землю и под деревом, с трудом разрезая корни и выкапывая небольшие, но острые камни. Наконец, он добрался до футляра, выронил куну и вытащил его. С замиранием Саски сел и перевел дыхание. Затем открыл футляр и свиток, спрятанный в нем, показался чуть ли не светящимся. Саски уже всем телом ощущал, как вернется и снова увидит Итачи. Он развернул свиток и даже перестал дышать. И вдруг снова скрутил его и сжал. Обида выбиралась наружу. Итачи сделал все ради Саски. Саски хотел сделать все ради брата, даже перешагнуть через благополучие мира. Саски ничего не связывает с Конохой. Он также умер вместе с кланом, они убили его. Они виноваты сами. Теперь нужно было решиться отправиться обратно. Разговор с Сакурой, вопрос Арачимару, оставшийся без ответа, благополучие мира все как назойливая муха вертелась над головой. Саски встал. Захотел обернуться и посмотреть на Коноху, только за спиной были сплошные километры леса. Деревни, где он родился, где они с братом росли, где он лишился всего, где оставались немногочисленные друзья, вдруг ставшие просто знакомыми, могла исчезнуть. И все из-за того, что Саски решил вмешаться в прошлое. Не пожалею. Саски осознавал, что он ступает по дороге, а впереди ничего не видно. Он постарался вспомнить голос матери, которая часто его успокаивала, голос отца, который придавал силу брата. В голове всплыл солнечный денек, полянка, где часто тренировался Итачи. Они были вдвоем и болтали. Было жарко и клонило в сон. Спокойно и безмятежно. Зеленые листва и бабочки. Везде бабочки. Учхо опустился на дно колена и раскрыл свиток. Разложил его на земле и активировал. В лицо думал прохладный ветерок, голову закружило и пришлось опустить. Саски сконцентрировал внимание на нескольких травинках, на которых собрались прозрачные капли. Шум в ушах быстро прошел, и мир перестал качаться. Учхо осторожно поднялся, прислушиваясь к своему внутреннему ощущению. Если брат должен будет перенести подобное, это может усугубить его состояние. Так или иначе, главным оставалось не допускать биологическую смерть. Итачи будет слаб, а любое воздействие может навредить. Наверное, все, что останется вовремя добраться до Арачмару. Не теряя времени, Саски оказался на верхушке дерева и осмотрелся. Окружили тишина, влажность в воздухе, сверчки и ночные птицы. Поблизости не было ни одного человека. Все, как и хотелось видеть. С такой ноты начиналось движение по собственному плану. Учхо направился в сторону уже знакомой старой лисицы, женщины, что снабжала его брата наркотиком. В прошлом Саски верил, что идет правильный и дорогой, что принятые им решения единственно верные. Тогда он думал, что другой путь приведет в никуда. Всегда на поводу у своих эмоций импульсивности. Он много оступался. Сейчас все повторялось. Эмоции брали верх. Но теперь Саски обдумывал каждый свой шаг, каждый возможный поворот. Раз за разом он прокручивал все то, что должен сделать. Выстроил план еще до встречи с Арачмару, сразу после того, как брат вернул его. С утра до вечера он снова и снова обдумывал, выискивая слабые места и способы их обойти. Учхо вновь встретился со старой лисицей. Женщина находилась в своем гостевом доме, как обычная по привычке на кого-то ругалась. Уже был ясный день, и она никак не ожидала встречи с таким гостем. Лисица даже побледнела, когда увидела Саски, немедленно выставила перед собой карлика, а сама отошла за стол и создала мнимый барьер. «Что тебе?» — настороженно спросила она, отходя еще дальше. Гость проигнорировал улыбающегося уродыша, вытянул руку, и женщина недоверчива, но с любопытством устремила свои глаза на купленный у нее ранее пакетик с лекарством. «Товар обратно не принимается?» — начала она, нервно переводя взгляд с пакетика на Учиху и обратно. «Ты продашь его», — сказал Саски. Брови ее поползли вверх, а губы собрались в пучок. «Учихи Итачи», — добавил гость. «Чтобы разозленный клиент потом пришел ко мне с претензией». Взмахнула она руками и снова застыла. «Он к тебе больше не придет», — Саски кинул пакетик ей под нос. «Не перепутай». Как бы женщина ни напрягалась, ее все-таки обрадовала возможность перепродать лекарство. Итачи не был ценным клиентом, а Саски, видимо, казался опасней. Она даже не поинтересовалась, что она должна была продать. Если бы такие удачи сваливались каждый день и женщину бы не хотели за подобное убить, давно бы уже наскребла на новый гостевой домик, о котором мечтала где-нибудь у морского берега. Она не задала лишних вопросов, забрала лекарство, когда Учиха покинул ее, с облегчением выдохнула. Оставшееся время Учиха использовал, чтобы найти подходящее тело на замену. Арочимару говорил, что тело должно подходить по комплекции рост к весу. Остальное нужно было доделывать самому. На словах выглядело все просто найти кого-нибудь, кто похож на брата, забрать его тело и слегка над ним поработать. На деле выходило сложней. Каждый раз что-то было не так, что-то не подходило. Саски искал. Забредал в самые отдаленные поселения, заходил в закрытые деревни, пробирался в лагеря и выискивал. Он начинал поиски как можно дальше от убежища, куда Зицу потом принесет тело брата, и двигался в направлении него. Но к концу второй недели он все еще не мог отыскать того, кто бы подходил. Над телом еще нужно было работать, а на это тоже нужно было время. Саски лишился покоя и не отвлекался даже на сон. Учиха пробирался вдоль реки. На мгновение он потерял осторожность и бдительность. Забыл, что на территории, где он находился, могли быть кто-нибудь из команды Кукаши. Голова была забита поисками тела и обдумыванием плана. Без тела не существовал план, и Тачи не получится забрать. Без плана нарушится будущее. Про дотенции Саски пока не думал. Проблемы нужно решать по мере их поступления, даже если ты сам создаешь себе эти проблемы. Саски в очередной раз прокручивал в голове возможные повороты, не замечая ничего вокруг. Неожиданно под ногой треснула ветка. Это заставило Учиху вспомнить о внешнем мире, и он замер. Пол и плаща колыхнулись, а затем последовала оглушающая тишина. Саски повернул голову, прислушался. По лесу в его сторону кто-то пробирался. Тихо, но отчетливо слышно. В голове промелькнул вопрос, сколько уже за ним так шли. Любой из пущенных псов Кукаши мог выследить. Саски резко обернулся и шагнул назад. Он внимательно прошелся взглядом по деревьям, ловя, с какой стороны доносились шаги. Затем метнулся вверх, скрылся высоко на дереве, среди листвы, практически слился с корой и затаился. Неподалеку с криком взлетела птица и быстро исчезла. Ее крик оборвался. Внизу зашуршало. Саски сорвался с места, его преследовали. Это практически чувствовалось спиной. Учиха пытался скрыться. Сначала старался не шуметь, но осознал, что за ним будут гнаться, даже если он станет бестелесным. Он резко сворачивал и создавал клонов, которые разбегались по сторонам и быстро испарялись. Это не помогало отвлечь преследователя. Саски понял, что напавший на его след слишком быстр, пришлось сменить тактику. Скрылся в скальной расщелине и замер, готовый для необходимой обороны. В кожу руки впился острый камешек, но Саски больше не шевелился. Заросшая полянка перед укрытием хорошо освещалась солнцем, и Учихака как мог наблюдать, как спокойно колышется нетронутая им высокая трава, будто здесь никто никогда не пробегал. Он затаил дыхание, чтобы преследователь его даже не почуял. Набежал ветерок, солнце на миг скрылось, а секунду спустя на полянке появился Итачи. Саски прерывисто вдохнул и прижал кубом руку тыльной стороной. Брат прошел по полянке, незаметно осматриваясь. Было видно, как он тяжело дышит. «Саски!» Настороженно и неуверенно произнес брат. «Как можно было настолько ослабить внимание?» Подумал Саски и напрягся еще больше. Если Итачи поймет, что его младший братец снова здесь все рухнет. Острый камень еще сильнее впился в кожу. Младший Учиха поджал губы. Паши и стекла капелька пота Итачи повернулся прямо в его сторону. Мир ушел из-под ног. На полянку снова набежала тень, трава и ветви чуть колыхнулись. Брат отвел взгляд. «За кем вы так гнались, Итачи-сан?» Послышался голос его напарника, а затем появился он сам высокий, нечеловеческого вида с жестокими чертами лица, вселяющий чувство животного страха одной только внешностью. Итачи прошел мимо напарника. Его голос стал более жестким. «Мы отпаздываем. Идем». И они покинули полянку. Недоумевающий получеловеком молчаливый брат. Саски не мог вашевельнуться. Видел его брат или нет, но прошло несколько минут, а напряжение все никак не могло отпустить, а Саски не мог покинуть укрытие. А если старший брат не подошел лишь потому, что рядом был напарник? Учиха закусил губу и прождал еще некоторое время. Лес заполнился тишиной. Поляна давно опустела и даже сердцебиение утихомирилось. Саски не сразу вышел из укрытия. Никто не напал и не вышел к нему. Возвращаться к реке было рискованно, но все равно пришлось пойти вдоль нее. Теперь Учиха шел более аккуратно, прислушивался, замирал и выжидал. И не переставал думать об Итачи. Брат мог заметить его, мог за ним проследить или даже следить сейчас. План мог рухнуть. Но брат не появился ни сейчас, ни через 10 минут, ни вечером. Под конец дня пришлось обходить команду Кукаши на максимально большом расстоянии. Собаки Кукаши, которые использовались для поиска, могли вывести на взрослого Саски, а это бы повлекло за собой новую катастрофу. Нужного человека на замену тела Учиха нашел совсем неожиданно. Встретил озеро в маленьком поселении. Саски вышел к мужчине не таясь. Тот слегка сжал тренировочное древко, служившее каким угодно оружием, и еще издали напряженно спросил. Вы недавно здесь? Саски активировал шарингом. Поблизости никого не было. Он забрал тело и понадеялся, что изменения будут совсем мизерные, не повлияют на предстоящую войну, так как мужчина был совершенно обычным человеком. Учиха спрятал его совсем недалеко от убежища, куда Зицу принесет тело Итачи. Следующие пару дней он посвятил подготовке. Похищенный мужчина был погружен в глубокий транс. Жизнь в нем должна была биться до нужного момента. В голове все время снова и снова прокручивался план. Нельзя сделать ошибку, твердил сам себе Саски. Должен быть запасной обходной путь, если все пойдет наперекосяк. Он продумывал каждый поворот, вплоть до того, что по каким-то причинам Зицу перенесет Итачи в другое место. Времени на поиски могло бы не хватить. Учитывая такой расклад, Учиха выстроил сеть из печати по огромному участку леса возле убежища храма. Прятал каждую в стволе дерева, в камне или в земле. Такая сеть позволит чувствовать, что будет происходить в пределах охваченной территории, поможет сориентироваться. Техника затратная, но другого выхода Учиха не видел. Если неожиданно приблизится Тобион будет знать, если Зицу перенесет Итачи в другое место, по крайней мере, он будет знать, какие территории исключить из поиска. Ставя последнюю печать к югу от храма, Саски вдруг ощутил, как кто-то ступил на землю с севера. Вторгшихся было двое. Учиха почти сразу догадался, кем они являлись. Он убрал руку с камня, немного подождал, затем встал и направился в сторону убежища. Чувство неизбежности охватывало уже полностью. Саски заставил себя вновь прокручивать план. Все должно пройти так, как было нужно. Но сердце все равно каждый раз стучало все сильней. На рассвете Саски поравнялся с храмом. С одной стороны уже был отряд какаши, с другой его брат, с третьей бывшая команда. Он не использовал сеть, чтобы знать об этом. Саски понимал, что останавливаться не стоит, но он остановился. Еще было тихо. Воспоминания полезли в голову. Будто сейчас сам находился внутри храма, вдыхал затхлый холодный воздух, видел непроницаемое лицо брата и собственную ослепленную ярость. К горлу подползли эмоции. Учиха ускорился. Он не должен быть здесь. Через полчаса послышался первый очень тихий взрыв. Подпрыгнуло сердце. Саски не обернулся. Второй был такой же глухой. Все, что было 16 лет назад, вновь происходило в этом мире, позади взрослого Саски. Учиха повернулся. Далеко над лесом стояли тучи. Храм отсюда уже было не видно, а темные облака оказались пятнышком. Там вдали были два человека, он сам и его брат, которого он видел живым в последний раз. Саски с трудом заставил себя отвернуться, борясь с пожирающим сожалением, и двинулся дальше. Хотелось вырваться из плена прошлого, но он сам нырял обратно снова и снова. Было темно и холодно, а еще очень тихо. Только летучие мыши копошились где-то в глубине пещеры. Саски хорошо обследовал это убежище еще до того, как расставил сеть по лесу. Здесь он ждал зецу. Мысли беспорядочно крутились в голове и тачи загубил его судьбу. Саски сам сделал для себя невыносимую жизнь. Он ненавидел и раскаивался. Он чувствовал все сразу смятение, сожаление и беспомощность. Чувствовал до сих пор. В 32 года он был будто мертв. Вопросы крутились над ним. Но теперь, по крайней мере, он знал, от чего бежит и для чего нужен брат. Только понимал, что даже если у него все получится вернуть брата, воскресить его каким-то чудом и убедить в том, что сделал все верно, он не сможет выбраться на поверхность моря, в котором тонул. Проведя рукой по лицу и приходя в себя, Саски сосредоточился на плане. Он боялся не успеть заменить тело. Сколько нужно будет ждать? Тело и тачи может не выдержать, и брат умрет. А если он не навестил лисицу и не приобрел сделанное сакурой лекарство? Тогда он был уже мертв. Саски учитывал подобный исход, но все равно похолодел. Время подходило, сердце ускоряло свой ритм, дышать становилось тяжелее, а Зицу все не было. Саски услышал шелестение. Запищали мыши. Через мгновение появился Зицу. Было темно, но очхо видел, как враг неторопливо вырос из-под земли и так же неторопливо выплюнул тело и тачи. Сердце пропустило удар. Учхо не знал, подействовал наркотик, взял ли и тачи его у лисицы, не перепутала ли она что-нибудь. Он неосознанно прижался спиной к голому камню и напряг глаза. В горле скопилась слюна. Зицу выпрямился напротив тела брата. Надо идти. Оставить его так. Он решит сам, что с ним сделать. Главное глаза. Саски прикрыл веки, вслушиваясь. Голоса Зицу чередовались. Он сам их извлечет? Да. Учхо осторожно выдохнул и так же осторожно вдохнул. Заставил себя ненадолго утихомирить дрожь. Подушечками пальцев он прошелся по каменной стене и ощутил круглую пыль под ними, начиная считать про себя. Зицу должен уйти, но через сколько? Зицу вдруг повернулся. «Здесь есть кто-то?» Спросил он сам у себя. Саски распахнул глаза. Рука дрогнула, пальцы камня больше не касались. Прошел пот. Слышал. Сердце отчаянно заколотилось. Саски даже подумал, что сердцебиение оглушает тишину. Он выругался про себя и поплотнее сжал губы, напряг со всем телом, чуть ли не вжался в камень и замер в ожидании. Кто? Мир рухнул. Голоса Зицу раз за разом били, как острый кинжал. Враг отвернулся и наклонился к Итачи. «Похоже он жив. Не умер. Живой!» Повторил первый голос. Саски кинул взгляд в одну сторону, потом в другую. Нужно было срочно что-то придумать. Мыши затрепетали, из глубины пещеры послышался их писк и возня. Под ногой Саски приметил круглый мелкий камень и подобрал его. Он помнил, любое вмешательство могло изменить будущее. Особенно если это будет касаться обитое его приспешника. Тогда неизвестно, в какой мир придется возвращаться, если придется. Но еще больше беспокоил брат. От мысли снова бегала дрожь. Он выглядывался в замершего на месте врага. Затем швырнул камешек в сторону. Летучие мыши всполохнулись и слетели с потолка. Зицу вздрогнул и пригнулся. Черная пищащая волна пролетела круг и исчезла в проходе. Писк медленно стих. Зицу неуверенно распрямился. Это мыши. Саски в напряжении ожидал. Зицу снова уставился на Итачи. Это были мыши. Нет. Не мыши. Зицу повернулся, и Саски сорвался с места. А камень позади что-то лязгнуло. В следующую секунду Летучиха стоял напротив застегнутого врасплох врага. Ты? Черт! Выругался Саски. Зицу снова изменился в лице и его ноги вмиг слились с камнем. Он посерел, успев уйти под землю и по колено. Саски кинулся к нему, и леска туго сдавила врага. Тот не успел что-то предпринять. Его облепили бумажные печати. Саски дернула леску, метнула куны. Лезвие блеснуло возле головы Акацуки и лязгнула, а камень отскочила. Саски ударил ногой. Сработали печати, и Зицу затих. Вырубился. Черт! Снова выругался Саски, ослабил леску и, наконец, выдохнул. Все произошло очень быстро и неожиданно. Учиха забрал куны и задышал так, будто только что слишком много пробежал. Куны в руке ходил ходуном. Это был тот случай, когда промах оказался решающим. Если бы он задел Зицу, остались бы следы, которые не спрятал бы. Саски постарался сглотнуть, но в горле пересохло. Он кашлянул и судорожно обернулся. Итачи неподвижно лежал на том же месте, где был оставлен. Он казался мертвым. По спине пополз мороз. Саски подскочил к брату, нагнулся к груди и прислушался. Один-единственный стук сердца, но его было достаточно. Саски выдохнул, будто благодаря Итачи. Затем быстро вернулся к Зицу и наскоро связал, постоянно оглядываясь на брата и проговаривая еще немного. Саски достал шприц, вколол Зицу. Тот что-то промычал и открыл глаза. Учиха дрогнул и замер в ожидании. Он столкнулся с глазами члена Акацуки, но тот ничего не произнес и снова вырубился. Саски с облегчением выдохнул. Не теряя времени, Учиха подскочил к брату. Достал шприц и флакон с веществом, который дал Рачимару, и ввел лекарство брату. Он дотронулся рукой до лица Итачи и с замиранием стал ждать. Через пару секунд брат еле заметно вдохнул. Вместе с собственным клоном Саски вытащил Итачи из убежища. Тело дрожало. Очередное перемещение во времени вызвало тошноту. Выворачивало так, будто сами кости просились наружу. С каждым скачком становится хуже в разы. Саски кое-как добрался до Рачимару. Хотелось петь и быть уверенным, что все прошло так, как было нужно обид и не заметит подмены. Азицу поверят, что сам укололся шприц, находившийся у Итачи. Саски не мог поверить то, что оставил прошлое, что вытащил брата и сейчас находится у Рачимару. Вроде бы ничего не изменилось. Дышится нормально? Поинтересовался Санин, занимаясь старшим учихой. Саски как в наваждении глянул в его сторону и проигнорировал вопрос бывшего сенсия. Как Итачи? Рачимару не сразу ответил. Саски сжал зубы. Рачимару. Мужчина ухмыльнулся, манипулируя над телом старшего учихи. Продолжишь скакать сам таким же станешь. Значит все плохо, подумал Саски. Он поднялся на ноги и подошел ближе. А что с глазами будешь делать? Поинтересовался Рачимару, не обращая внимания на него. Нужно обыграть Итатинсей. Санин ухмыльнулся. МММ, протянул он, как будто, и два скачка. Напомнил он. Думаю мне стоит подготавливаться к твоему возвращению уже сейчас. Саски раздраженно глянул на бывшего учителя и тот, словно это почувствовав, сказал, наш уговор в силе, учха Саски. Саски посмотрел на Итачи, глаза которого закрывала повязка. Показывать свою слабость хотелось меньше всего. Он ничего больше не сказал и покинул убежище Рачимару. Выйдя на свежий воздух, подождал пока головокружение пройдет, а тело подуспокоится. Нужно было подумать над Итатинсей. Но сначала хорошенько отдохнуть и восстановить силы, иначе свалиться прямо здесь. Саски готов был заключить сделку с любым из демонов, лишь бы выплыть на поверхность из глубины своей мертвой жизни и исправить прошлые ошибки. А еще обязательно вытащить старшего брата. Он посмотрел в затемневшее небо. Воздух был сухой, а черные облака висели слишком низко. Глаза прищурились, и в груди пробудилась уязвленность и вина. Черные тучи состояли из пыли и дыма. Здесь шла война. Вдали раздались взрывы. Саски отвел глаза от неба и прислонился к дереву. Он сам виноват в том, что творилось мир погружен в хаос, а брат умирает. Его будто вернули на финиш, и придется начинать все сначала. Где-то в душе заныло с новой силой. Сознание твердило, этот мир ненастоящий, не мог быть настоящим. Там, где они будут с иточей, вместе небо чистое и светит мирное солнце. Учхо опустился скачок, все еще напоминал о себе, закрыл глаза и попытался сосредоточиться на дальнейших шагах садатинси, игнорируя мысли об идущей войне. Ради брата он готов был делать что угодно, как угодно, сколько бы ему это не стоило сил. Итачи так делал. Саски всего лишь брал пример. Я должен. Ради Итачи, я должен, повторял себе Саски. Придется положиться на Арачимару, потому что другого выхода нет. Всего два скачка. Идатинси. Арачимару. Глаза закрывались, Саски проваливался в сон. Темный мир сгущался, а в голове крутилось обещание себе и брату я все исправлю, только нужно время. Он вздрогнул, распахнув глаза. Пахло горью и пылью. Вокруг было спокойно. Значит, ветер донес запах, подумал Саски. Он прислушался к своему телу. Слабость все еще сильно ощущалась, но Учиха все-таки поднялся на ноги. Со стороны раздались приглушенные хлопания птичьих крыльев. Саски резко повернулся. Перед ногами приземлилась лесная сойка. На лапке крепился скрученный в узкую трубочку небольшой клочок бумаги. Закралось недоверие. Учиха оглянулся в сторону убежища. Возможно, Арчимару с кем-то общался. Саски присел и аккуратно снял послание, записка предназначалась ему. Учиха практически услышал, как кричит Сакура, где тебя носит, Саски. Увидел, как ее щеки начинают краснеть от гнева, а в глазах мольба и страх. Письмо источалось отчаянием. Канаха терпит бедствие. Мир Шиноби погружен в войну. Надеюсь, ты в порядке. Ты нам нужен. Под веками защипало. Саски мотнул головой и снова взглянул в сторону убежища, где находился брат. Если бы его не было здесь, среди Шиноби царил бы мир. Нет. Если бы не Саски войны бы не было, Канаха не терпела бедствий, а Сакура не умалила бы. Он смял записку и бросил ее под ноги. Легкие свело, Саски прокашлялся, тыльной стороной руки слегка надавил на глаза, ощущая легкую влагу на ресницах, и ушел от убежища бывшего Сенсия. Он вернулся к Арчимару к концу третьего дня, в лабораторию, заваленную расчетами и чертежами чекро-системы, над которыми склонялся Санин. Итачи без изменений находился на столе, подключенный, весь в трубках и печатях, как и три дня назад. Саски с трудом отвел от него взгляд и посмотрел на Арчимару. Тот, будто почувствовав его взгляд, обернулся и протянул пару пилюль. Неэффективно, но после скачка поможет не потерять опору под ногами. Учиха без слов взял лекарство и снова взглянул на брата. Арчимару продолжил копаться в бумагах, попутно что-то отмечая в блокноте под рукой. «Еще рано», — проговорил он. «Ты загнешься». Саски сам понимал, что для возвращения в прошлое еще рано и тело не выдержит, и нужно было еще хорошенько подумать. Он смотрел на брата бледный, в трубках. Беспомощный. Он не должен умереть. Не в этой жизни. Иначе все впустую, особенно война, потому что, если Итачи умрет, Саски не вернет его назад и вряд ли вернется сам и что-то сделает с Эдотенсей. Пустит все на самотек, оставит все как есть. Наверное, он поздно заметил, что на него смотрит Арчимару. Бывший Эссенсей будто знал, что затаилась в глубоких уголках души Саски, будто читал его изнутри. Он чуть отвернулся, взял со стола свиток с рисунком незнакомой печати, глядя на нее, сказал, «Все сложней, чем я предполагал». Саски напрягся. Самовыражение сложней, чем я предполагал из уст мастера предзнаменовало, что ситуация была действительно сложней. «Мне не хватает некоторых утерянных техник». Конкретней, в нетерпении проговорил Саски сквозь зубы. А самого начинало трясти. «Только бы это не касалось Итачи», попутно думал он. Саски уже ощущал кожу, как вокруг витает что-то знакомое, липкое, но давным-давно забытое. И он узнал это чувство неизбежности. Он кинул взгляд на Итачи, и Арчимару сказал, «Мне не вытащить твоего брата». Саски окружила тишина, сжала со всех сторон, не отпуская. Он застыл. Перед ним стоял Арчимару, чуть в стороне находился брат, подключенный к трубкам, и между всеми ними неизбежность. «Нет. Не может быть», – проговорил Саски, «но про себя». Он думал, что Арчимару его слышал, но между ними оставалась все та же угнетающая тишина. Под кожей забегали мурашки. Саски стряхнул с себя на вождение, взглянул прямо в глаза Санину, и тот понял, что творится в его душе. «А Цунади?» Спросил Саски, до последнего надеясь, что ее вмешивать во все это не придется, а тем более рассказывать об Итачи. И до Тинси забрала его душу. Ему не вернуться. «Никакой Шинаби хоть в сотню раз гениальнее и самый Цунади не сможет вернуть сюда твоего брата», сказал Арчимару. Саски чувствовал, как бледнеет с каждым услышанным словом. Бывший Санси говорил что-то про технику воскрешения и нарушения в мире из-за вмешательства. «Если тебе не удастся заменить призываемую душу брата, пойдут отклонения. Но это можно обойти». «Как?» «Заменить информацию о твоем брате до призыва. Правда, и это будет все бесполезно». Он, наконец, замолчал и серьезно посмотрел на Саски. «Есть кое-что. Это ранняя техника и датинсий. Она в убежище в стране ветра, мне нужна она». Он отвернулся к столу, нашел карту и подозвал очиху. Санин молча написал маркером поверх карты дату. Ранние разработки и датинсий отклоняются в сторону медицины. «Это старый свиток. Техника не на крови. Она поможет». Саски молча какое-то время всматривался в дату и в место. Арчимару отошел на несколько секунд. «Я думал, что они мне не понадобятся», – сказал он, а Саски снова искоса посмотрел на брата. «Я не успел перебазировать их перед тем, как его разрушили двое закоцук», – Арчимару глухо откашлялся. «Придется делать третий скачок. Третий скачок. Черт». Саски слышал, как собственное сердце подскочило, и воздуха стало не хватать. За спиной нависла черная безмолвная тень. Арчимару протянул еще одну пилюлю, отличающуюся от первых. «Возьми, дополнительно». Попытаясь сразу принять, он приподнял светлую пилюлю на ладони так, чтобы Саски хорошо ее видел. «Это для третьего скачка. Если сможешь, объявись ближе к этому убежищу». Он снова откашлялся. «Если будет все, я все сделаю», – перебил его Саски. Он забрал лекарство. Посмотрел снова прямо в глаза Санину. «Но если ты что-то вытворишь», – Арчимару мотнул головой и отошел к Итачи. «Я с тобой честен», – ответил он, и Саски уловил в его интонации голоса что-то настораживающее, будто мужчина что-то скрывал. Как бы тело не противилось скачку, Саски все же завершил технику перемещения и сразу принял лекарство. Некоторое время он не мог двигаться. Мир расплывался, тело не слушалось. Когда лекарство подействовало, воздух показался свежий. Здесь война еще не развернулась. Саски сначала посетил создателей техники и забрал у него очередные два свитка перемещения, разузнав, когда тот начал создавать технику. А узнав, молча покинул дом. Он двинулся к тому, которого оставил здесь вместо Итачи. Вернуться пусть и к ненастоящему брату было трудно. Мертвец. Бледен, неподвижен. Внешность Итачи, но не он. Поместив на нем печать, он покинул место погребения. Этот человек восстанет, как его брат, но исчезнет, как обычный. Саски пришлось долгое время провести в ожидании, чтобы вступить в задуманную игру. Выиграть ее. Или проиграть. Слишком опасно, потому что его самого здесь не должно быть. У него не было права на ошибку. Саски действовал так, будто кто-то стоял за спиной и давал подсказки перехитрить, как будто заменить информацию, задержать себя же 16-летнего на глупом пути. Развить технику воскрешения. День сменялся ночью, и это повторялось, казалось, бесконечное число раз. Саски старался не замечать и не давать отчета, игнорировать эмоции. Иначе, думал он, все испортит, оступится. Идотенсе подошло к концу неожиданно, оставляя после себя обрывки произошедшего эмоций, а вместе с тем исчезли силы, и чакра. Зато, Саски был уверен, душа брата не застренит. Если все еще верить, Рачимару здесь было все закончено. Возможно ли умереть при очередном перемещении во время дня? Задал себе вопрос Учхо, когда Садотенсе было покончено, а мир Шинаби оставлен в войне. Итачи, говорил, что кому-то нужно было вернуть назад Саски, чтобы повлиять на будущее. И этот кто-то отлично знал младшего Учхо и его слабые места. Он шел к создателю техники перемещения. Чакра еще не восстановилась, будущее, где спрятан Итачи, было впереди. «Время есть», — повторял себе Саски. «Главное не сделать ошибок и не умереть. Последнее перемещение, кажется, — думал он, — начало разрушать тело. А впереди появился дополнительный скачок, и без него не вернуться. Если я умру», — подумал Саски, и его мысль оборвал образ брата. Он остановился. «Пути назад не было, да и если бы был, Саски по нему бы уже никогда не пошел. Ему нужно было вернуться в мир, где относительно спокойно, с неба светит солнце, а брат жив. Второй шанс. Совершая предпоследний скачок, Саски думал над тем, что скажет Итачи, когда тот очнется в совершенно незнакомом ему времени. Учхо вышвырнул на несколько лет назад, когда в мире еще царил порядок. Его вырвало, как только он оказался на земле. Саски отошел на пару шагов, доставая лекарство. Закашлялся, ноги подкосились. Мир перед глазами мерко кружился. «Как ты справишься с последним скачком?» — спрашивал чей-то голос в голове Саски. «Ты обязан», — отвечал тот же. Когда в глазах прояснилось, Саски, не отвлекаясь по дороге ни на что, ни на людей, ни на лишний ночлег, ни на лишнюю еду, как в тумане, добрался до нужной деревни. Мужчину он нашел не сразу и не сразу узнал. Его выдало только беспокойное поведение. Он не озирался и боялся, такой же дерганный. За годы он постареет, и намного изменится. Саски перехватил пока еще молодого создателя техники, когда тот возвращался домой. Сунул ему в руки какой-то свиток и в упор на него посмотрел. «За твоей техникой перемещений придет тот, о ком здесь», — ткнул он пальцем в свиток с информацией. Мужчина прижимался к стене и с расширенными глазами и подрагивающей нижней губой, не говоря ни слова, смотрел на Саски. По лицу у чихи скатилась бисеринка пота. Он сжал воротничок рубашки создателя и снова пристально взглянул в глаза. «Если отдашь ему технику, разрушишь мир». Саски достал бумажную печать и также всунул ее в руки мужчине. «Примешь против него». «А когда?» — осмелился спросить мужчина, но под пристальным взглядом незнакомца быстро удалился без ответа, а у чиха сам прислонился спиной к стене. «Арочимару придет к этому мужчине». Саски теперь не сомневался в том, что за перемещением в прошлое стоит бывший сенсей. Арочимару всегда знал, что у чиха не сможет не вмешаться в прошлое. «Хитрый ублюдок», — прошипел про себя Саски и вдохнул. «Значит, нужно было убрать мужчину, и как только он откроет свиток с информацией и исчезнет навсегда. Никто больше не сможет воспользоваться техникой ни он, ни враги, ни сам создатель. Потому что ее не будет». Саски стер с лица пот и прислушался к учащенному сердцебиению. Неожиданно на губах он ощутил холод, а затем холод разлился по плечам, кончики пальцев закололи и он понял, что падает. Саски раскрыл глаза. От него с криками в разные стороны разбежались уличные оборванцы. «Только этого не хватало», — подумал Саски и проверил, не успели беспризорные детишки стащить последнюю пилюлю. Она оказалась на месте. «Черт!» — выругался Саски и поднялся. Уже столько прошло времени, а тело не восстанавливается. Учха поморщился, представляя расстояние, которое ему нужно было еще преодолеть не один день, и даже, наверное, не недели. Он добрался до нужного убежища через пару недель, ночью. Выл ветер, было довольно тихо и пыльно. Крупинки песка в сухом воздухе агрессивно царапли кожу. Когда Учха вошел внутрь убежища, зажженным факелом, осветил десятки свитков, если не сотни. Держав память и описание, Саски приступил к поискам. Свитки летели на пол. Саски перерывал заваленные стеллажи. Брал один свиток, распечатывал, пробегался глазами и выкидывал на пол. Воздух был спертый и затхлый, огонь тусклый освещал помещение. Сами стены давили. Свитки с эхом ударялись о пол. Темнота. Гулкий стук. И время. А еще что-то темное, навешая позади, подгоняло Саски. Быстрей. Быстрей. Он перебирал техники так быстро, насколько мог. Зубы жаты, а глаза напряжены. В груди клокотало с каждым последующим свитком все сильней. Не тот, фырчил Саски и бросал бесполезную бумагу. Брал новый и снова раскрывал. Наруто бы со своими клонами тут очень бы пригодился, вторая рука тут тоже бы пригодилась. Саски швырнул очередной ненужный свиток. Чем больше он просматривал, тем больше и ускорялся. Достав очередной, он раскрыл его и случайно разорвал бумагу. Застыл. Перед глазами мелькнул Итачи из сна, когда Саски только-только ввяз в эту историю с перемещениями живой. Рядом. Губы искривились, и Саски снова вышвырнул неподходящую технику. Судорожно перебирая, он случайно задел полку, и свитки покатились по полу. Саски дотронулся до лба, смотря на разлетевшиеся техники. Черт. Он выдохнул и опустился на пол, начал молча перерывать свитки. Некоторые раскрылись и смешались с уже просмотренными. Черт. Саски встал и осмотрелся. Бесполезные знания в этом затхлом убежище одинаковыми пожелтевшими листами будто насмехались. Саски сосредоточился. В душе защемило. Спокойно. Спокойно. Учхата шел к противоположному шкафу и протянул руку. Замер, опустил на нижние полки и достал первую попавшуюся технику. Раскрыл свиток. Закрыл глаза, вдохнул, выронил технику и потянулся за следующей. Техника, которая ему была так нужна, ускользала, словно птица. Саски осмотрелся снова, подошел к другому шкафу и стал просматривать техники там. Свитка не было. Точнее их была куча одни пустые, другие с ненужной информацией, третьи с ненужными техниками. Саски перерывал их один за другим. Сохранять хладнокровие было трудно. Учхо видел, как расстояние и время разделяет его с целью. Но, кроме того, сама смерть нависала над головой. Не только его, но и брата, как неизбежность. Только бы Арчимару не обманул, только бы выжить после возвращения, только бы план Садатинси сработал. Итачи звучало в голове «Итачи!» Итачи! Уже наступило утро, когда Саски вышел из убежища с нужным свитком. Хотя казалось, что провел он там целые дни. У Саски была нужная техника и свиток с перемещением. Теперь нужно было только добраться до убежища Арчимару возле Канохи. Перескочил ли Саски в будущее или у него не получилось? Учхо думал над этим, сидя на персе и глядя в синее зеркало озера. К ногам поднималась прохлада, а сверху пекло солнце. Безмятежность притягивала. Хотелось остаться тут. Тут это в детстве. Тренировочный полигон клана. Как это было давно. По деревянному персу раздались тихие шаги. Тот, кому они принадлежали, уходил. Саски вдруг оглянулся и выходившему узнал брата. На спине эмблема клана, и она удалялась. Учхо поднялся, окликнул Итачи, но тот не обернулся. Почему не обернулся? Вокруг все поплыло. Небо сомкнулось конусом, а чернота из озера поползла наружу. Саски сглотнул и снова попытался позвать брата, но с губ не сорвалось ни звука. Саски не мог окликнуть его, а тот уходил. Тогда Учхо хотел бежать, но упал. Он открыл глаза и оказался во мраке. Кожу обжег холод, а в нос ударил запах плесени от стен, как там, в убежище Учх, где они встречались с Итачи для последней битвы. Тело больше не подчинялось, а боль пронзала даже легкие. Холод все больше проникал внутрь и Саски ничего не мог сделать. Его глаза закрылись. «Если я умру», — подумал в последнюю секунду Саски, Итачи. Он видел, как над ним опускается неясная фигура и дотрагивается до лба, а затем Саски провалился в темноту окончательно. Он проснулся от пощипывания в руке затекла. Приподнялся и огляделся. Да, он завершил скачок. Третий и последний. Свиток с техникой Рычмару лежал рядом. Саски подхватил его и поднялся, но тут же согнулся. В глазах противно задребезжал свет, забегали темные пятна. Он поискал пилюлю последнюю, но не нашел. «Принял?» — удивился он. Когда только успел. Ночной лес сохранял тишину. Воздух был чист, небо черное глубокое и ночь. Саски не знал, что произошло, но снова осмотрелся по сторонам, прислушался и принюхался, боясь, что вернулся в еще худший мир, чем был до этого. Вокруг слишком тихо. Возможно, здесь что-то не так. Или же все было нормально? Саски прошел несколько метров, остановился и перевел дух. Затем еще несколько. До убежища Санины недалеко. Оно где-то рядом, это точно. Саски шагал, а мир оглушало тишиной. Заветная скала, вход в убежище, встала черной тенью перед глазами. Совсем рядом. Саски вошел внутрь и успел сделать пару шагов. Арачимару, позвал он, сжимая свиток с техникой в пальцах. Он снова сделал пару шагов и остановился. Много он не пройдет. Арачимару должен быть здесь. И брат. И Тачи. Саски посмотрел вперед. Останавливаться не стоит. Он снова зашагал в сторону двери. Пару шагов. Призрачное эхо от каменных стен и затаившаяся тишина. Черт. Он дотронулся рукой до двери и отворил ее. За ней медленно появился свет и Саски боялся видеть что-то в нем, точнее видеть не то, что хотелось бы. Почему Арачимару не отзывался? Что произошло? Что пошло не так? Саски встал в проеме, сделал пару вдохов и пошатнулся. Арачимару повернулся к нему и замер, как будто не веря своим глазам. Я ее нашел, сквозь зубы проговорил очиха и поискал взглядом брата. Все еще здесь на месте. От сердца отлегло. Арачимару приблизился и сжал свиток, но Саски не выпустил его из рук. Он пристально посмотрел в глаза Санину. Если обманешь, убью. Арачимару аккуратно забрал свитоки, не сводя глаз с очихи, ответил. Мне литягаться с тобой? Он отошел к Итачи. Саски, проговорил он, я не обещаю. Саски только сжал зубы. Ублюдок. Что с войной? Спросил очиха. Арачимару немного помолчал, прежде чем дать ответ. Сейчас мирно. Он долго возился. Слишком долго. Саски находился рядом. Он не смел взглянуть ни на Санина, ни на брата. Он не мог даже гадать, сколько времени прошло. Арачимару что-то заставил его выпить, сказал, чтобы не загнуться окончательно. Саски выпил и теперь ждал. По крайней мере, сейчас тихо, и он не умер. Дело оставалось за Арачимару. И за братом. И Тачи. Саски искосов взглянул на него. Молча. Ожидая. Вспоминая первый сон, когда оказался в прошлом. Тот нелепый поцелуй. Эта ночь может закончиться либо смертью, либо жизнью. Арачимару выругался себе под нос, когда применял очередную технику. Саски в бессилии отвернулся, на самом деле замерая от ужаса. Почему Арачимару нервничает? Или у него не получается? Саски ждал. Здесь он ничего не мог сделать. Он сжимал зубы и задерживал дыхание, считая про себя до двадцати, потом до тридцати, потом до пятидесяти и начинал сначала. Раз, два, три, он сглотнул и оказался охваченным этим мгновением. Пустота, тишина, Арачимару и брат. Точка или запятая. Смерть или жизнь? Саски не мог заснуть, не мог говорить. Его тело слишком сильно устало, одновременно пробивал холод и жар. Свет мерцал, противно играя с воображением и временем. Как же долго, подумал Саски, убеждаясь еще больше в том, что ожидания в тишине и неизвестность становятся самыми лютыми врагами, потому что мысли в голове начинают роиться и выстраивать самые худшие варианты. Он украдкой посматривал на Санина, который без конца пытался применить одну и ту же технику. Лицо его окропил пот, глаза сужены, а рот чуть перекошен. Его руки коснулись груди брата и замерли. Арачимару делал это уже не один десяток раз за эту ночь. Одно и то же, но ничего не менялось. А небо снаружи уже озарялось. В окно задувал ветер. За навеской слегка колыхалось, а за ней открывалось море и голубое небо, по которому медленно плыли белые облака. Мирное время для Шиноби. Как и должно быть. Саски молчал уже некоторое время, затаив дыхание, он уловил дуновение ветра на лице. Пахло морем. До ушей доносилось пение лесных птиц и крики «Чаек». Снаружи легко и ясно, а в стенах этого дома поселилось напряжение. Итачи сидел напротив и смотрел на брата долгим взглядом. Молча, перебирая в голове только что услышанный рассказ. Безмолвно и не соглашаясь, осуждая и поражаясь одновременно. Саски ждал, смотрел прямо в глаза. Арачимару был прав Итачи вряд поблагодарить за сделанное младшим братом. По крайней мере, не сейчас. Отсуждаешь? То, что я сделал? Итачи отвел взгляд. Губы были сжаты, и Саски понял, что брат хочет высказаться, но молчал. А может быть, он просто не знал с чего именно начать, как сказать или понимал бесполезность осуждения. Саски выдохнул, смиряясь и наблюдая за братом. Конечно, осуждаешь, помедли ли он? Я понимаю. Итачи сверкнул глазами и, может быть, прорывался что-то сказать, но Саски его опередил. Ты привыкнешь к мирной жизни, да. Итачи нужно было привыкнуть. Арачимару и тот оказался прав. Тебе его ставить на ноги, говорил он, уходя, тебе самому стоит тоже научиться. Кто бы говорил. Саски сглотнул и вздрогнул, когда различил в голосе брата гневные нотки. Что за иллюзию ты себе строишь? Думаешь, что теперь будет все иначе? Все теперь будет иначе, прозвучал уверенный ответ. Итачи слегка помотал головой, не соглашаясь. Нет, Саски, он поднялся с постели. Напряжение и отчаяние выросли вместе с ним, стоявшим теперь во весь рост. Где бы мы ни были, сколько бы времени ни прошло, прошло и не исправить и от него никуда не деться. Ни тебе, ни тем более мне. Итачи чуть приподнял руку, будто прерывая еще не начатую речь брата, посмотрел в пол и вдохнул, желая продолжить разговор, но он снова замолчал. Да, прошло и не переписать. Ошибки не исправить. И ты не исправишь их, я не исправлю. Я это понимаю, сказал Саски. Итачи спокойно отвернулся, позволяя ему договорить, но их можно понять. И простить тоже. Повисла тишина. Одно слово простить больно ударило по брату, и Саски только что понял, насколько сильно. Итачи мимолетно глянул на него и ушел на улицу, не закрыв дверь. Саски вздохнул и снова посмотрел в окно, наблюдая за ним. Итачи, не торопясь, словно не зная, куда идти, направлялся к накатывающим на белый песок пенным волнам. Ему нужно время, сказал себе Учиха, чтобы вновь все осмыслить и принять. Он не сразу вышел следом за братом. Остановился в паре метрах от него на берегу и тоже устремил взгляд вперед, туда, где небо соприкасалось с морем. Братья молчали, предаваясь каждой собственным мыслям. Их окружал мир, о котором, может быть, оба мечтали всю жизнь. Спокойный, без тени и крови умыть руки и больше к ней возвращаться к прошлому. Кноха была полна тех, кто будет охранять ее, подумал Саски. Может быть, там будут жить два брата, которые не потеряются среди войны вечной борьбы, не потеряют времена ненависти и молчания. И он мысленно пожелал им счастливой жизни, такой, какой не было у них в Сатачи и такой, какой он хотел бы прожить сам. Может быть, в следующей жизни они с Сатачи тоже не потеряются в войне и ненависти. Саски чуть прищурился. Да. В следующей жизни обязательно. Конец.